Иван Сергеевич Тургенев в воспоминаниях современников В семье Варвара Николаевна Житова Воспоминания Варвары Николаевны Житовой 1833-1900 годы принадлежат к наиболее достоверным страницам в мемуарной литературе об Иване Сергеевиче Тургеневе В сущности, это единственные известные нам воспоминания близкого члена семьи Тургеневых Существует предположение исследователей, что Богданович Лутовинова в замужестве Житова внебрачная дочь Варвары Петровны Тургеневой и Берса Она прожила в семье Тургеневых 17 лет в качестве воспитанницы Варвары Петровны Воспоминания Богданович Лутовиновой охватывают 12 лет жизни в доме Тургеневых с 1838 по 1850 год В 1838 году их автору было всего 5 лет и естественно, что события того времени переданы во многом со слов окружающих, домочадцев и, конечно, самой Варвары Петровны Тургеневой, главной героини мемуаров С Тургеневым воспитанница встречалась эпизодически Так как именно начиная с 1938 года, времени его первой поездки за границу в Берлинский университет Тургенев все реже и реже стал появляться в родном доме Я решила писать свои воспоминания об Иване Сергеевиче и его матери сообщала житого редактору Вестника Европы Стасюлевичу Боюсь, что мало скажу о нем У нас бывал он очень редко Но все, говоренное им в моем присутствии, помню до мельчайших подробностей Рисуя облик матери писателя, мемуаристка избегает всякой тенденциозности свойственной многим воспоминаниям современников о грозной хозяйке Спасского и в этом заключается сознательная полемичность мемуаров Житовой Меня до того возмущает вся ложь, писанная о Варваре Петровне в историческом Вестнике и прочих журналах сообщает она своему издателю, что я нашла себя вынужденной несколько распространиться насчет ее образа жизни Очевидно, искреннее стремление автора мемуаров разобраться в причудливо трагической фигуре матери Тургенева личности при всей уродливости ее нравственных качеств явно недюжинной, по-своему одаренной что-то от своей незаурядности и талантливости безусловно передавшей Ивану Сергеевичу Тургеневу Мои записки, замечает Житова, служат маленьким протестом против лживых и карикатурных изображений этой все же величавой и импонирующей личности Наблюдая год за годом жизнь семьи Тургеневых, мемуаристка даже в какой-то степени передает движение характера Варвары Петровны, сложность и драматичность ее взаимоотношений с сыновьями, ее духовное одиночество жестокое самодурство, мучительное недовольство собою то есть все то, что, видимо, так потрясало Тургенева прочитавшего дневник своей матери после ее смерти С прошлого вторника, писал он Полине Виардо, 8-20 декабря 1850 года, у меня было много разных впечатлений, самое сильное из них было вызвано чтением дневника моей матери «Какая женщина, мой друг, какая женщина, всю ночь я не мог сомкнуть глаз, да простит ей Бог все, но какая женщина, право, я совершенно потрясен» Тургенев, письма, том 1-й, страница 420-я Несмотря на некоторую идилличность повествования, мемуаристка передает и настроение протеста против крепостного права, которыми был охвачен молодой Тургенев В моей характеристике Варвары Петровны ярко виден источник ненависти Ивана Сергеевича к крепостничеству, утверждает автор воспоминаний Стасюлевич, том 3, страница 672 В юности Тургенев и Богданович Лутовинову связывали теплые родственные отношения, Тургенев покровительствовал воспитанницы своей матери В последние годы жизни Варвары Петровны Тургеневой и особенно после ее смерти отношения между Тургеневым и Богданович Лутовиновой резко изменились В письмах к Вярдо Тургенев говорит о ней как о человеке «бессодержательном и избалованном, фальшивом, злом, хитрым и бессердечным» Тургенев, письма, том 2, страница 390 Возможно, изъяны воспитания и оскорбительная двусмысленность положения сказались на характере Богданович Лутовиновой, но все-таки истинных причин разрыва мы не знаем Получив свою долю наследства, она оставляет дом Тургеневых навсегда Известны 6 писем Тургенева к Богданович Лутовиновой Хотя, по свидетельству биографа-мемуаристки Моголькова, она неоднократно получала письма от Ивана Сергеевича Тургенева Житова, страницы со 157 по 161 Узнав о тяжелой предсмертной болезни писателя, Житова предлагала ему свои услуги в качестве сиделки 3-го 15-го декабря 1882 года Тургенев писал Житовой из Парижа «Сообщите мне также подробности о вашем житье-бытии, о вашем семействе Могу вас уверить, что это меня очень интересует При обеднении собственной личной жизни я тем более принимаю участие в жизни других людей Особенно тех, которые мне дороги по воспоминаниям прежних, лучших дней А в числе этих людей вы занимаете одно из первых мест Тургенев письма, том 13, книга 2, страница 117 В издании мемуаров Житовой близкое участие принимал Аненков Только после его одобрения замысла воспоминаний Житова приступила к работе Стасюлевич, том 3, страница 667 Аненков положительно отозвался о мемуарах Житовой Которые он читал в рукописи Они, по его словам, весьма интересны Будучи выхвачены прямо из русского быта и жизни Рассказ ее, писал он Стасюлевичу Есть восстановление дела и правды Стасюлевич, том 3, страница 428-429 Воспоминания Житовой, впервые опубликованные в 1884 году в журнале «Вестник Европы», номера 11 и 12, были сразу замечены современниками О них тепло отзывался Конни Крупный ученый, исследователь русской литературы Венгеров Называл воспоминания Житовой мемуарами первостепенной важности Текст печатается по изданию Житова Воспоминания о семье Ивана Сергеевича Тургенева Тула, 1961 год Из воспоминаний о семье Ивана Сергеевича Тургенева Иван Сергеевич Тургенев, 1838 год Воспоминания мои о семействе Тургенева Начинаются с 1838 года, года отъезда Ивана Сергеевича в Берлин Через два года после окончания Петербургского университета Четвертого словесного отделения философского факультета Тургенев, по его собственным словам, отправился доучиваться в Берлин 15-27 мая 1838 года он выехал за границу на пароходе Николай I Некоторые события из этой эпохи особенно врезались в моей детской памяти Жили мы тогда в Петербурге, в доме Ленева В 1836-37 годах Тургеневы жили в Петербурге по адресу Литейная, часть третьего квартала, в доме Ленева, номер 17 Иван Сергеевич кончил курс в университете, а Николай Сергеевич был уже офицером конногвардейской артиллерии Семейство Тургеневых составляли, кроме самой Варвары Петровны, деверь ее Николай Николаевич Тургенев По смерти мужа ее Сергея Николаевича, заведовавший до 1846 года всеми ее имениями Два сына, Николай и Иван Сергеевичи Я, как приемная дочь, свой ребенок И еще троюродная племянница Варвары Петровны, Мавра Тимофеевна Сливицкая, бывшая замужем за профессором Харьковского университета Артюховым В доме жили часто сменяемые гувернантки из иностранок, учителя и учительницы музыки для меня Приживалок при мне у Варвары Петровны никогда не было, да она и не принадлежала к числу тех барынь Которые могли довольствоваться под обострастием людей, обязанных ей куском хлеба Ее властолюбие и требование поклонения ей простиралось не на одну ее семью и не на один ее крепостной люд Она властвовала над всем, что окружало ее и входила в какие-либо сношения с нею И при этом она обнаруживала в себе редкую и часто непонятную нравственную силу, покоряющую себе даже людей, не обязанных ей подчиняться Иногда достаточно было ее взгляда, чтобы на полусловие остановить говорящего при ней то, что ей не угодно было слушать При ней своего мнения, не согласного с ее, никто высказывать и не смел Один только Иван Сергеевич, ее любимец, и то в самых мягких, почтительных выражениях, скорее с мольбой, чем с осуждением, высказывал ей свои желания и соболезнования Гнет крепостного права, в особенности тяготевший в доме его матери, скорбно отзывался в душе столь известного по доброте своей Ивана Сергеевича И ему было тем тяжелее, что бороться он отнюдь не мог Доброта его, однако, иногда и без всякой борьбы подчиняла волю даже и Варвары Петровны При нем она была совсем иная, и потому в его присутствии все отдыхало, все жило Его редких посещений ждали как благо При нем мать не только не измышляла какой-нибудь вины за кем-либо, но даже и к настоящей вине относилась нисходительнее Она добродушествовала, как бы ради того, чтобы заметить выражение удовольствия на лице сына И какой это был нежный и любящий сын в тот год, как я начала его помнить Чувства его к матери несколько изменились впоследствии на моих еще глазах Причина такой перемены выяснится сами собой из дальнейшего В начале же 1838 года, или в конце 1837 года, когда Варваре Петровне сделали весьма серьезную операцию Я из уст очевидцев слышала, какими нежными заботами он окружал мать, как просиживал ночи у ее постели Весь 1838 год, по болезненному состоянию Варвары Петровны, мы жили совсем уединенно Ежедневными посетителями были Аренд и Громов, доктора знаменитости того времени Весьма часто навещали нас Родион Егорыч Гринвальд, бывший товарищ покойного Тургенева отца И Василий Андреевич Жуковский, которого я тогда очень не любила За то, что почти к каждому его приезду я должна была выучивать стихи из его Ундины И декламировать перед ним О семейных преданиях, связанных с Жуковским и своей встречи с поэтом Тургенев пишет в литературных и житейских воспоминаниях Тургенев, сочинение, том 14, страницы 76-77 При этом я обнаруживала самую черную неблагодарность, так как он привозил мне всегда великолепные конфеты А я, уничтожая их, тем не менее соображала своим пятилетним разумом, что за них придется опять вызубрить Со слов самой Варвары Петровны несколько стихов из Ундины С Иваном Сергеевичем в это время мы были в величайшей дружбе Он очень любил меня, играл со мной, бегал по огромной зале, носил меня на руках И сам еще был так юн, что не прочь был, не ради одной моей забавы, но и для собственного своего удовольствия И бегать, и школьничать Одно из наших общих с ним школьничеств я живо помню Он почему-то тогда усиленно занимался греческим языком Литературные и житейские воспоминания Тургенев Сочинение том 14, страница 8 Каждое после обеда кто-то приходил к нему И к великому моему огорчению в эти часы вход в его комнату мне воспрещался Я только за дверью слушала какие-то непонятные звуки, выделываемые то голосом Ивана Сергеевича, то голосом его учителя или товарища Но в изучении Аристофана и мне пришлось принять участие Однажды он вздумал научить меня лягушьему греческому языку, как он сам выражался Познания мои заключались в том, что он заставил меня заучить следующие звуки Брекекекекс, коакс, коакс Благодаря знакомому мне классику я убедилась, что память мне не изменила нисколько Звуки, которыми мы так забавлялись с Иваном Сергеевичем, повторяются в комедии Аристофана «Лягушки» Примечание Житовой Получив эти сведения из квази-греческого языка, я была оставлена им на стол Причем он придавал мне какую-то, вероятно, классическую позу с весьма вытянутой рукой И заставлял меня повторять заученное сначала протяжно, почти торжественно, а потом очень быстро и самым тонким визгливым голосом При этом мы оба заливались таким громким смехом, что представление наше часто обращало на себя внимание Варвары Петровны, выходившей нас унимать «Перестань, Иван, ты портишь девочку, ты делаешь ее разбойницей», — говорила она по-французски Иногда же, в момент наших самых шумных увлечений, при представлении выходила нас укращать главная камерфрейлина «Мамау», «Маменьки» Входило это особо неслышную поступью, но строго и внушительно произносило «Мамашенька, приказали вам перестать» Мы умолкали, и в мое утешение Иван Сергеевич сажал меня к себе на плечо и торжественно носил меня по комнате Все это происходило в то время, когда Иван Сергеевич был совсем юноше Тогда он еще смеялся тем беззаботным, раскатистым смехом счастливого человека И смех его был иногда так громок, что мать весьма строго и серьезно останавливала его всегда по-французски «Перестань же, Иван, даже неприлично так хохотать! Что за мещанский смех?» Часто после Варвара Петровна вспоминала этот его мещанский смех Но я такого смеха по возвращении его из Берлина уже не слыхала Говорят, он был очень веселый собеседник, то есть именно веселый Дома же я очень редко видала его таким День отъезда Ивана Сергеевича за границу я помню очень живо Утром ездили мы все в Казанский собор, где служили на путственный молебен Варвара Петровна сидела все время на складном кресле и горько плакала На пароход провожали его мать, Николай Сергеевич и я На обратном пути с пристани, когда Варвару Петровну посадили в карету, с ней сделался обморок Несколько дней спустя мы уехали в Спасское Там получались письма от Ивана Сергеевича Служился благодарственный молебен за избавление его во время пожара на пароходе И, наконец, был прислан из Берлина его портрет, рисованный акварелью Копия с этого портрета помещена в январской книге Вестника Европы 1884 года А оригинал хранится у автора воспоминаний примечания Житовой В ночь на 19 мая старого стиля 1838 года Пароход Николай I, на котором находился Тургенев, отправлявшийся за границу, сгорел Не вдалеке от Травемюнского порта Эта катастрофа осталась в памяти писателя на всю жизнь С ней были связаны оскорбительные для Тургенева слухи о его далеко не мужественном поведении во время пожара Передававшиеся современниками в течение многих лет из уст в уста Сохранились интересные и живые воспоминания об этом происшествии Сухово-Кобылиной Они написаны со слов самого Тургенева почти по следам событий Судя по ее рассказу, Тургенев не потерял присутствие духа В год своей кончины Тургенев рассказал эту историю в очерке «Пожар на море» 1883 год Который был им продиктован по линии Виардо Сходство на портрете было поразительное Портрет выполнен, возможно, художником Горбуновым в 1838 году «Портрет, по-моему, очарователен», — писал Аненков о нем Стасюлевичу «Это двадцатилетний Тургенев в полном виде и носит в выражении глаз и рта Обещание всего, что он сделал» Стасюлевич, том 3, страница 424 После смерти матери Тургенев Подарил портрет Житовой, хранится в Государственном литературном музее в Москве И теперь помню свой крик детского восторга Это Иван, когда мне показали портрет Варвара Петровна не расставалась с ним Он всегда стоял на ее письменном столе И когда она ездила по деревням или на зиму в Москву Она всегда собственноручно укладывала его в свою дорожную шкатулку Она очень грустила в разлуке с сыном У меня хранится и теперь ее альбом Помеченный 1839 и 1940 годами Альбом под названием «Записи своих и чужих мыслей для сына Ивана» Хранится в Центральном государственном архиве литературы Выписываю из него несколько строк Выражающих ее любовь к сыну и ее тоску по нем Записи сделаны по-французским 1839 год Сыну моему Ивану Иван, мое солнышко Я вижу его одного И когда он уходит, я уже больше ничего не вижу Я не знаю, что мне делать Сердце матери никогда не ошибается И ты знаешь, Иван, чувство мое, вернее, рассудка Где-то я прочла, что Варвара Петровна оставила сыну свой дневник В 1849 году летом в Спасском в цветнике против окон того самого казино Имея место которого сохранились и при Иване Сергеевиче Весь дневник и вся переписка Варвары Петровны были по ее приказанию и в ее присутствии сожжены И я лично присутствовала при этом В 1849 и 1850 году она продолжала писать свой дневник карандашом и на отдельных листках Спустя несколько дней после ее смерти Листки эти Николай Сергеевич принес в кабинет покойный, затворил двери и прочел их громко Слушателями были его жена, Иван Сергеевич и я Где эти листки теперь не знаю, но помню их содержание И думаю, что Иван Сергеевич никогда бы не захотел предать их гласности Варвара Петровна вела дневники всю жизнь Об этом сохранились свидетельства современников Калантаева пишет, например, что дневниками Варвары Петровны были забиты целые сундуки Исторический вестник, 1885 год, номер 10, страница 48 Мы нашли дневник, писанный карандашом и относящийся к последним месяцам ее жизни Писал Тургенев Полине Виардо, 5 декабря 1850 года О дневниках Варвары Петровны упоминается и в воспоминаниях Щепкиной Относящихся к приезду Тургенева в Спаское в 1878-79 годах Однажды он принес показать мне тетрадь своей матери Переплетенную в желтый софьян с бронзовыми уголками и бронзовым медальоном посредине И списанную ее рукой, вспоминает мемуаристка За чаем стал выбирать места и читать вслух Закрывший тетрадь грустно прибавил Все прошлое ясно выступает перед глазами, будто происходило вчера Красный архив, 1940 год, номер 3, страница 198 1841 год В 1841 году Иван Сергеевич возвратился из-за границы и приехал летом в Спаское Тургенев возвратился из Берлина в Петербург 21 мая 1841 года И через Москву отправился в Спаское, где он пробыл до середины сентября Тут привез он свое первое сочинение «Парашу» Впечатление особенного это у нас не произвело Маленькая книга в голубой обертке валялась на одном из столиков кабинета его матери И сколько мне помнится, толков мало было о ней Житова не точно передает отношение Варвары Петровны Тургеневой к поэме Это подтверждается прежде всего ее письмами к сыну, а также и воспоминаниями современников Появление «Параши» не только не прошло незамеченным Напротив того, Варвара Петровна с интересом прочла поэму, которая ей понравилась Ознакомилась она и с одобрительным отзывом Белинского Отечественные записки, 1843 год, номер пятой, страница с первой по одиннадцатую «О Параши имею так много сказать», — пишет она Тургеневу 27 мая 1843 года «Что буду писать в субботу пространнее. Спасибо, что не ударил лицом в грязь» В одном из следующих писем, 25 июня 1843 года, она, правда, откровенно замечает В первую минуту я прочла Парашу без внимания, видимо, это первое чтение имела в виду Житова В моем же доме, как в порядочном водится, стихов русских не читают, потому и понять не могу И в этом же письме Не читала я критики, но в отечественных записках разбор справедлив и многое прекрасно Параша мне, прежде еще читаемой, похвалы понравилась, и я точно вижу в тебе талант Без шуток прекрасно, мило, деликатно, скромно В этом же письме есть строки, говорящие о том, что самой Варваре Петровне была свойственна поэтичность видения «Сейчас подают мне землянику, мы деревенские, все материальное любим, и так твоя Параша, твой рассказ, твоя поэма пахнет земляникою» «Русская мысль, 1915 год, книга 12, страницы со 111 по 113 Единственное, что из нее было извлечено и повторялось, это где-то сказанные слова «В порядочных домах квасу не пьют» На основании этих слов квас был изгнан со стола к великому огорчению и прискорбию Моей уважаемой гувернантки Катерины Егоровны Риттер, которая попробовала было потребовать квасу Но у Варвары Петровны требовать никто не смел, и квас подавали только в пристройке, где помещались мои гувернантки Радость Варвары Петровны при свидании с сыном была великая Хотя, впрочем, при встрече ура, никого кричать она не заставляла Только сама она вдруг совершенно изменилась, ни капризов, ни придирок, ни гнева Чем это объяснить, как необаятельностью и добротой Ивана Сергеевича, которая будто распространялась на все окружающее его? Все его любили, всякий в нем чуял своего и душой был предан ему, веруя в его доброту, которая в доме матери не смела, однако, проявляться открыто в защиту кого-либо Но, тем не менее, когда он приезжал, говорили Наш ангел, наш заступник едет Зная характер своей матери, он никогда ей не высказывал резко то, что его огорчало в ее поступках Он знал, что этим еще больше только повредишь тому, в пользу кого будет произнесено слово защиты И, несмотря на это, Варвара Петровна при нем и для него точно перерождалась Она, не боявшаяся никого, не изменявшая себе ни для кого, при нем старалась показать себя доброй и снисходительной Охлаждение Ивана Сергеевича к матери совершилось позже, постепенно Да и охлаждением этого назвать нельзя Он удалился только от нее Борьба была невозможна Она повела бы к худшему, а видеть и молчать было слишком тяжело для его доброго сердца По приезде из Берлина он был необыкновенно нежен к матери Он еще не успел вникнуть во все творившееся дома, а прежнее за три года отсутствия изгладилось в его незлобивой памяти Те мелкие заботы друг о друге, выражающие более всего согласие и дружбу в семьях, были обоюдны Варвара Петровна целые дни придумывала, чем бы угодить сыну Заказывались и обдумывались его любимые кушанье, варенье, в особенности крыжовенное, любимое его Посылалось большими банками в его флигель И надо правду сказать, что оно необыкновенно быстро истреблялось с моею помощью И с помощью разных дворовых ребятишек, которые смело подходили к окну его флигеля Для них молодой барин был свой человек Кроме того, Варвара Петровна, не терпевшая собак, дозволяла Наплю, предшественнику известной у нас Дианке, постоянно присутствовать на балконе, потому только что это была Ванечкина собака И даже удостаивала из своих рук кормить Напля разными сластями С своей стороны Иван Сергеевич часто откладывал охоту, которую так любил, чтобы побыть с матерью И когда она изъявляла желание прокатиться в своем кресле по саду, ходить она не могла То сын не позволял лакею управлять креслом и всегда исполнял это сам Один из вечеров этого лета особенно был замечателен В этот день Иван Сергеевич еще с утра отправился на охоту, а мамам часов в семь вечера поехала одна в карете осмотреть поля Ее сопровождал только бурмистр верхом Часу в девятом разразилась страшная гроза, одна из таких гроз, которых немного приходится кому-либо запомнить Я забилась в самый темный угол гостиной и плакала, потому что все в доме были в страшной тревоге Ни барыни, ни барина молодого не было, и никто не знал, где они Первый приехал Иван Сергеевич Переодевшись в своем флигеле, он прибежал в дом, не зная еще, что матери нет Увидя мои слезы и не зная причины их, он начал стыдить меня за то, что я боюсь грозы А это действительно было со мной в детстве, и всегда меня за то журил Иван Сергеевич Он брал меня к себе на колени, садился у окна и старался отучить меня от этого страха Обращая мое внимание на красоту облаков и всей природы во время грозы На этот раз, когда в ответ на его ласковые слова я начала еще громче кричать «Мама, он убила громом! Мама, он убила громом!» Долго не мог он понять моих бессвязных слов «Где же маменька?» — обратился он к кому-то Барыни не возвращались, они и поехали кататься, и не вернулись Верховых по всем дорогам разослали, было ему отвечено И Иван Сергеевич бросился из комнаты Несмотря ни на дождь, ни на бурю, ничего на себя не накинув Побежал он на конный двор, схватил первую попавшуюся лошадь И выехал уже из ворот, сам не зная куда Но тут же был встречен бурмистром, которого Варвара Петровна послала домой с приказанием Никому ее не искать и с известием, что она в безопасности в сторожке лесника Осмотрев поля, она вздумала поехать в лес, где ее и застигла гроза Долго, очень долго продолжалось наше томительное ожидание Наконец услыхали мы стук колес Иван Сергеевич бросился на балкон и на руках вынес мать из кареты Донес ее до кресла, ощупывал ее платье и ноги «Не промокла ли ты, мама?» — беспокоился он и беспрестанно целовал ее руки «Ну, слава Богу, слава Богу!» — утвердил он «С тобой ничего не случилось, как я боялся за тебя!» Лошади могли испугаться и понести Это не выходило у меня из головы И опять припадал к матери и целовал ее Вот каковы были отношения сына к матери И грустно и тяжело было видеть, как они изменились впоследствии Для меня лично приезд Ивана Сергеевича имел тоже большое значение Исключая счастье видеть его при моем к нему обожании Много было и других причин радоваться Во-первых, прекращались все уроки Он утверждал, что летом детям учиться вредно Заступался он за меня и открыто Заделали, не заделом не доставалось И еще чаще слышалось добродушное «Ты балуешь ребенка?» — из уст Варвары Петровны Но лучше всего было у нас с ним после обеденное время Когда маман уходила отдыхать в свою спальню Иван Сергеевич ложился тоже на патэ Такого рода мебели теперь, я думаю, уже нигде не встретишь Но в Спасском тогда эта четырехугольная громада Выштая по конве какими-то причудливыми арабесками Занимала всю середину небольшой гостиной нового дома И вот на эту-то громаду ложился Иван Сергеевич Причем его ноги все же на нем не умещались И, по крайней мере, аршина на полтора вытягивались в пространство Он ложился, а меня сажал возле себя И тут рассказывались сказки Рассказывала, однако, я, а не он И до сих пор не пойму, как не надоело я ему Весьма частым повторением все одной и той же Моей тогда любимой сказки «Голубой фазан» Иногда я рассказывала и другие, но он верно заметил, что я эту люблю более других И даже притворялся, как я после это сообразила, что и сам ее любит И забывает некоторые подробности из нее И все это, чтобы доставить удовольствие ребенку Но до укладывания и усаживания нашего на знаменитой патте Происходили иногда хищнические наши набеги на бокалейный шкаф А в Спасском этот шкаф имел историческое значение К дому примыкала уцелевшая от пожара каменная галерея Пожар Большого Спасского дома, случившийся 1-13 мая 1839 года Сделался эрой в Тургеневской семье Житого, страницы с 32 по 36 6-18 мая 1839 года Варвара Петровна в подробном письме сообщала сыну о случившемся Тургенев, сборник Петроград, 1915 год Страницы с 44 по 46 В галерее помещалась библиотека А с левой стороны при входе в нее стоял огромный шкаф Находящийся в ведении старика-коммердинера Покойного отца Ивана Сергеевича Михайло Филиппич, так звали его Был отставлен после смерти барина своего на покое и на пенсии Чтобы дать ему какое-нибудь дело, ему отдано были ключи от библиотеки и от шкафа Упоминая о библиотеке, замечу, что Иван Сергеевич, говоря о своем первом знакомстве с русской литературой через коммердинера матери Говорил, вероятно, об этом самом Михайле Филиппиче Потому что, когда я уже была постарше, я часто и, разумеется, потихоньку от маман Выпрашивала у старика французские книги для чтения Он, бывало, отчаянно махнет руками Его привычные жесты скажет «Эх, барышня, все-то вы французские книжки читаете, ну что в них? Вот вы бы Хераскова почитали, книжка хорошая» О старинной библиотеке в Спасском и о своем первом знакомстве с русской литературой Тургенев рассказывает в письме к Бакунину и Ефремову 3-15 сентября 1840 года Тургеневу было лет 8 или 9, когда он узнал Россияду Хераскова «О Россияда и о Херасков, какими наслаждениями я вам обязан» Тургенев письма, том 1, страница 202 Эти впечатления детских лет оказались столь яркими, что Тургенев возвращался к ним вновь и вновь С ними связаны автобиографические страницы дворянского гнезда, глава 11, повесть Пунин и Бабурин В Спасском, по-видимому, существовал своего рода культ Хераскова Утверждает современный исследователь жизни и творчества Тургенева Чернов Быть может, отчасти феномен такого пристрастия объясняется тем, что одно из лутовиновских поместий принадлежало Хераскову Это Сомова Тургенев и его современники Ленинград, 1977 год, страница 214 Вряд ли мемуаристка права, называя старого Спасского лакея тем человеком, который первый познакомил Тургенева с Россиядой Хераскова Большинство исследователей считало, что им мог быть, скорее всего, Федор Иванович Лобанов Бывший коммердинер отца писателя, секретарь и доверенное лицо Варвары Петровны Тургеневой Он начал обучать Тургенева грамоте Понятовский Тургенев и семья Лобановых Тургеневский сборник, первый, 1964 год, страницы с 270 по 276 Но Черновым высказано другое, более убедительное предположение, что первым, кто открыл Тургеневу Хераскова, был Серебряков дворовой Варвары Петровны Тургенев и его современники, страница 215 Но я выше мадам де Жан-Лис и переводов мисс Ратклифф ничего тогда не находила Михаила Филиппч был очень глух, и хотя в то время мы никто этого не замечали, несколько помешан Его странности, его характер и впоследствии трагическая смерть вполне это доказали Помешательство его совершалось постепенно, вследствие его глухоты и наклонности к уединению после смерти своего барина Но видно было, что пережил он много такого, что с горечью таилось в его душе Оглох он с 14 декабря 1825 года, кажется, вследствие контузии Как и почему, об этом иногда говорилось шепотом и полусловами Но один разговор, свидетельницей которого я была, доказывает истину этого предположения У покойного Сергея Николаевича Тургенева был друг и сослуживец Родион Егорыч Гринвальд Гринвальд всегда и после оставался другом тургеневского семейства При мне раза четыре приезжал он из Петербурга в Спаское и почти всегда в сентябре месяце, потому что был страстный любитель псовой охоты Проживал он у нас в Спасском неделю и больше Варвара Петровна делала все возможное, чтобы угостить и потешить своего дорогого гостя Сама выезжала в карете, чтобы следовать за охотой На известных пунктах ожидала охотников, приглашенных соседей с роскошным завтраком и прочими угощениями В один из своих приездов Гринвальд вместе с Варварой Петровной вошел в библиотеку Михайло Филиппич встал и лицо его озарилось не улыбкой, этого никто у него не видал, а как-то просияло «Что, старик, жив?» «Здравствуй», — обратился к нему генерал «Здравствуйте, батюшка, ваше превосходительство, жив ты жив! Да вот глух стал, ничего не слышу!» «Он оглох после четырнадцатого, вы помните?» — вмешалась Варвара Петровна 14 декабря Родион Егорыч Гринвальд был дежурным во дворце на половине императрицы Александры Федоровны Примечание Житовой «Да, старина, много мы с тобой тогда страх увидели!» — кричал генерал над ухом старика «Да-да, ваше превосходительство, полили страсть, как полили!» Разговор остановился на этом, но видно было, что Гринвальд, Варвара Петровна и старик хорошо друг друга понимали Факт был тот, что глухота Михаила Филиппча была так сильна, что он, отвыкнув постепенно слышать других, сам говорил мало, жил особняком, постоянно читал священные книги и, предоставленной совершенно «Бакалейный шкаф!» «Для него это было хранилище барского добра, для молодой прислуги предмет потехи, а для меня — обетованной землей, текущей медом и млеком!» В нем заключалось все, что может быть в хорошей лавке Все пудами покупалось и привозилось из Москвы от Андреева и сдавалось на руки Михаиле Филиппчу Скупость его была необычайная Получая все купленное, он отчаянно вздыхал и драматически качал головою «И зачем всего столько навезли?» — говорил он «Сколько не навези, и все скушают» Каждое утро приходил к нему повар и требовал из шкафа все нужное для стола Со вздохом развешивал и отпускал все старик И если требовалось полфунта чего-нибудь, он отвесивший хоть щепотку, хоть несколько зерен в утешение себе положит обратно Когда же к великому его прискорбию наезжали гости и требовалось провизии особенно много Михаил Филиппч вздыхал так громко и с таким ужасом размахивал руками, что в такие дни и я, и многие приходили смотреть на его отчаяние как на зрелище Но мы не знали еще тогда, что это было для него действительным мучением Ложился спать он рано, тут же на деревянной широкой скамье возле шкафа, но спал неспокойно, потому что часто вечером кто-нибудь из молодежи прислуги нарочно шумел и гремел ключами около него Как неглух был этот цербер барского добра, он вскакивал и в неописанном ужасе осматривался кругом, но, конечно, никого на месте преступления не находил Мне кажется, для Михаила Филиппча приезд Ивана Сергеевича даже и тот не был праздником Со словами «пойдем грабить» отправлялись мы с ним к шкафу Иван Сергеевич даже иногда при этом принимал свирепый вид, шел необыкновенно крупными шагами, причем я, держась за его руку, едва поспевала бегом за ним Так и предстанем мы, бывало, пред лицом Спасского гарпогона «Отопри», — скажет Иван Сергеевич Ему, как большому и как коренному барину, шкаф отворялся настежь, и он полновластно распоряжался в нем Сначала старик подопрет щеку рукою и вздыхает, усиленно вздыхает Я в восторге, дергаю Ивана Сергеевича за рукав и киваю на старика Иван Сергеевич искоса посмотрит на него и продолжает опустошать на верхней полке, а я немного скромнее на нижней Михаил Филиппович качает головой и размахивает руками Нам еще веселее Наконец не вытерпит старик, подойдет, погремит ключами, даже почти сделает движение, чтобы затворить шкаф Погоди, погоди, Михаил Филиппович, — успокаивает его барин Я еще не кончил Я уже не ем, а умираю со смеху А то бывало и так Ждет, ждет старик, пока мы насытимся И, наконец, умоляющим голосом скажет Сударь, пожалейте мамашеньку, ведь у вас животик заболит После нескольких дней нашего такого опустошения Михаил Филиппович являлся к барыне Сперва, по особенно ему на то данному праву, подходил он к ручке Ну, что скажешь? — спросит Варвара Петровна, знавшая заранее, что последуют жалобы Ничего, сударня, не осталось То есть как ничего? Да и так, сударня, ничего Разведет он руками Ничего не осталось, все покушали Ну что ж, спокойно и с улыбкой утешает его барыня Написать реестр того, что нужно И послать под воду в Мценск или в Орел Опять ведь все скушают С отчаянием и вразумительно, повторяет старик Варвара Петровна смеется А Михаил Филиппович, не видя в ней сочувствия, постоит-постоит, вздохнет и уйдет Смерть бедного старика была трагическая Года два после смерти Варвары Петровны пришла ко мне моя Агашенька, тогда уже вольная, и объявила мне, что Михаил Филиппович повесился на чердаке Спасского дома Через несколько дней я обедала у Николая Сергеевича И на мой вопрос о страшной смерти бедного старика Николай Сергеевич мне ответил Вы помните скупость Михаила Филипповича, над которой и вы, и я, и все мы смеялись Надо полагать, что это был род помешательства у бедняги Потому что после смерти маменьки, видя новые порядки в Спасском Все траты денег, расхищения добра, по его мнению, вы знаете, что брат не стесняется, когда дело идет о тратах Видя все это, старик все больше и больше задумывался и скучал Постоянно твердил, молодые господа по миру пойдут, по миру пойдут Вот и не выдержал, покончил с собой Более всего огорчался старик теми наградами, которые сыпались от Ивана Сергеевича бывшим слугам его матери Иван Сергеевич давал и деньги, и целые участки земли, назначал пенсии годовые А самому Михаиле Филипповичу отдал особое, более удобное помещение Но все это только еще более приводило старика в отчаяние «Наш брат-холоп скоро лучше самих господ заживет, — говаривал старик, — сами-то с чем останутся?» Говоря о наградах, так щедро расточаемых Иваном Сергеевичем, я должна сказать, что действительно доброта его увлекала его Он давал иногда и недостойным, но были и такие, которые вполне заслуживали искупления за долгое претерпение под игом его матери В числе подобных был крепостной доктор Варвары Петровны Порфирий Тимофеевич Карташов Детские и юношеские годы Тургенева занятия в Берлинском университете связаны с именем Порфирия Тимофеевича Кудряшова Карташов Сына отца писателя и неизвестный крепостной Кудряшов был отправлен вместе с Тургеневым в Берлин в качестве дядьки Одновременно он слушал лекции по медицине в Берлинском университете Тургеневу очень хотелось, вспоминал Кудряшов, чтобы я сдал экзамен на доктора Но благодаря моей лени дальше зубного врача не пошел Предпочел вернуться на свое пепелище Варвара Петровна зачислила меня к себе в качестве домашнего врача И в этой должности при ней находился до самой ее смерти Записано со слов Кудряшова Щепкиной в ее воспоминаниях о Тургеневе Красный архив, 1940 год, номер 3, страница, 222 А также в воспоминаниях Майкова Русская старина, 1883 год, номер 10, страница, 205-206 Однако главной причиной помешавшей юноше завершить образование Была крепостная зависимость Когда Иван Сергеевич поехал в первый раз в Берлин Порфирий был послан с ним в качестве коммердинера или, вернее, дядьки С тех пор установились между ним и его барином самые приятельские отношения Когда Иван Сергеевич бывал у нас, часто видели их вместе в самой дружеской беседе Никогда никому это не казалось странным Потому что для сыновей, для меня и для всех Порфирий Тимофеевич был доктор и любимый человек Крепостным он был только для Варвары Петровны На все просьбы Ивана Сергеевича дать Порфирию вольную Мать его никогда не соглашалась Но зато из всех своих крепостных Единственное этого Варвара Петровна никогда не оскорбила ни словом, ни делом И верила в него иногда даже больше, чем в своих лучших докторов Во всех трудных минутах жизни При всех настоящих и напускных припадках и болезнях своей барыни Порфирий Тимофеевич являлся своими неизменными лавровишневыми каплями И неизменными словами «Извольте, сударыня, успокоиться» И право, кажется, одного взгляда на эту спокойную и мощную фигуру Достаточно было, чтобы угомонить всякие нервы Типична была наружность нашего милого доктора Высокий, плотный, со следами оспы на лице Которые нисколько не мешали добродушному выражению его лица Замечательно маленькие при его почти колоссальном росте глаза Но очень умные, ласковые глаза Вся фигура его дышала невозмутимым спокойствием Варвара Петровна называла его вечно сонным Но при всем том чувствовала себя спокойной только тогда, когда он был при ней Для Порфирия Тимофеевича небесполезно прошли годы, проведенные в Берлине Он там окончательно выучился совершенно свободно говорить по-немецки И, побывав еще до этого в фельдшерской школе в России Слушал в Берлине лекции медицинского факультета И приехал оттуда с познаниями изрядного медика За что и возведен был своей барыней в звании ее собственного домашнего доктора Возвратясь в Россию, Порфирий Тимофеевич продолжал читать и заниматься На книге для него его барыня не жалела денег В Москве друг и домашний доктор Варвара Петровна Никогда не прописывал ни одного лекарства Не предпринимал ни одного лечения в доме, не поговорив с Порфирием И не выслушав его мнение Доктор в Москве Дерс Сам Федор Иванович Иноземцев, начавший лечить Варвару Петровну с 48-го года Обратил на него внимание, признал в нем и знания, и богатые способности И позволил ему вместе с остальными своими учениками Каждое утро присутствовать при приеме больных и слушать наравне с другими его заключения о болезнях Таким образом, познания Порфирия обогатились еще со слов нашего знаменитого доктора В Спасском слава Порфирия Тимофеевича, как врача, распространилась далеко за пределы Мценского уезда Помещики присылали за ним экипажи, но, увы, как крепостной человек, он ездил только тогда, когда ему это позволяло барыне И как не просил Иван Сергеевич мать отпустить его на волю, всегда получал отказ, за которым следовало перечисление всех благ и льгот, которыми пользовался его любимец И которых, по ее мнению, совершенно достаточно было, чтобы отличать его от остальных слуг Он имел свою собственную комнату, почти кабинет, в самом доме, кушанье получал с барского стола, жалованье получал вчетверо, больше прочих, и в Москве даже мог отлучаться из дома, не спрашивая позволения — Все это прекрасно, — говорил Иван Сергеевич, — да сними ты с него это ермо, клянусь тебе, что он тебя не бросит, пока ты жива Дай ты ему только сознание того, что он человек, ни раб, ни вещь, которую ты можешь по своему произволу, по одному капризу упечь, куда и когда захочешь Но мать оставалась непреклонна Порфирий Тимофеевич получил вольную уже от сыновей по смерти матери Но он не расстался со своим любимым барином, поселился сначала в Спасском и занимался там больными, потом, выдержавший экзамен, был земским врачом в Мценске Я нарочно справлялась о его дальнейшей участи и узнала, что он был долго и тяжко болен Иван Сергеевич взял его опять в Спасское и окружал его всевозможными заботами и попечениями до самой его смерти Между 1842 и 1846 годом Вступление Ивана Сергеевича на литературное поприще весьма не нравилось Варваре Петровне По этому поводу происходили между матерью и сыном частые разговоры Сидели мы раз в Спасском на балконе Варвара Петровна, Иван Сергеевич, у ног которого покоилась его известная Дианка, заменившая умершего Напля, и я Иван Сергеевич был очень весел, рассказывал матери, как Михаил Филиппович убеждал его поменьше кушать И заговорил о скупом рыцаре Пушкина Вдруг Иван Сергеевич вскочил и заходил скорыми шагами по балкону Да, имея я талант Пушкина, с досадой воскликнул он Вот тот из Михаила Филипповича сумел бы сделать поэму Да, вот это талант А я что? Я, должно быть, в жизнь свою ничего хорошего не напишу А я так и постичь не могу Почти с презрением начала Варвара Петровна Какая тебе охота быть писателем? Дворянское ли это дело? Сам говоришь, что Пушкиным не будешь Ну, еще стихи, такие, как его, пожалуй А писатель? Что такое писатель? По-моему, писатель и писец одно и то же И тот и другой за деньги бумагу марают Дворянин должен служить И составить себе карьеру и имя службой А не бумагом ораньем Да и кто же читает русские книги? Определился бы ты на настоящую службу Получал бы чины, а потом и женился бы Ведь ты теперь один можешь поддержать род Тургеневых Иван Сергеевич шутками отвечал на увещание матери Но когда дело дошло до женитьбы Он громко расхохотался Ну уж, маман, извини и не жди, не женюсь Скорее твоя спаская церковь на своих двух крестах Три пока запляшет, чем я женюсь Это подлинные слова Ивана Сергеевича Примечание житовой И как мне тут досталось за то, что я не выдержала и рассмеялась на эти слова Как смеешь ты смеяться, когда он говорит глупости Зашумела на меня Варвара Петровна И какие ты, Жан, глупости при ребенке, говоришь Обратилась она к сыну Но после этого я весь день не могла без смеха увидеть Ивана Сергеевича А я так вот чего не пойму, продолжал Иван Сергеевич Почему ты, маман, с таким презрением говоришь о писателях? Было время, что вы все барыни бегали за Пушкиным Сама ты любила и уважала Жуковского Ах, это совсем другое дело, Жуковский Как было не уважать его Ты знаешь, как близок он был ко двору Еще более уяснит воззрение Варвары Петровны на русскую литературу следующее Удостоила она, наконец, прочесть «Мертвые души» Ужасно это смешно, похвалила она по-русски Но, по правде сказать, никогда я не читала ничего хуже и неприличнее А кончила она по-французски Между 1841 и 1846 годами Иван Сергеевич летом каждый год бывал в Спасском Но и зимой часто приезжал к матери в Москву Здесь мемуаристка не точна Тургенев жил в Спасском лета 1841 года В 1942 он оставался там меньше месяца С середины июня до начала июля В 1943 Тургенев был в Спасском лишь короткое время в начале апреля Лето 1844 он провел в Парголове с Белинским А лето 1945 года до глубокой осени во Франции И только в 1846 году он прожил в Спасском с мая по октябрь Здесь чаще других посещал его покойный Тимофей Николаевич Грановский Иван Сергеевич занимал комнаты наверху К нему мне всегда был свободный доступ И я всегда бегала туда, когда маман отдыхала Или когда она занята была гостями Грановский меня всегда ласкал Прибежала я раз наверх Оба хозяин и гость что-то очень громко говорили Иван Сергеевич быстро ходил по комнате И, по-видимому, очень доречился Я остановилась в дверях Грановский знаком подозвал меня И посадил к себе на колени Долго сидела я, почти притаив дыхание И сначала ничего не понимала Но потом слова крепостные, вольные, поселения, несчастные Когда конец и прочие слова, столь мне знакомые и так часто слышанные Сделали их разговор мне почти понятным Как теперь, так и тогда Я не могла бы отчетливо передать все слышанное Но смысл был мне ясен В разговоре их так сильно высказывались надежды на что-то лучшее Что и я будто чему-то обрадовалась Вдруг Иван Сергеевич точно опомнился и обратился ко мне Ты задремала? Ступай вниз Ты ведь тут ничего не понимаешь Тебе спать пора Нет, поняла, обиделась я Моя Агашенька будет скоро вольная, да? Да, когда-нибудь Задумчиво произнес Иван Сергеевич И при этом поцеловал меня так, будто за что похвалил В одну из этих зим приезжал в Москву Лист Франц Лист давал концерты в Москве в апреле-майе 1843 года Один из своих концертов давал он не в дворянском собрании, а в чьем-то частном доме Варвара Петровна, выезжавшая весьма редко, захотела, однако, послушать великого артиста С нею поехал Иван Сергеевич Лестница, ведущая в концертную залу, была высокая А кресло на ремнях, на котором обыкновенно лакеи вносили ее на лестнице, не было взято Ноги Варвары Петровны тогда уже пухли и были слабы Взойти так высоко и думать нечего было Глаза Варвары Петровны сверкнули гневом на недогадливых лакеев «Я тебя внесу на руках, мама, — сказал Иван Сергеевич И, не дождавшись ни согласия, ни возражения матери, моментально схватил ее на руки, как ребенка Внес на лестницу и поставил почти у входа в залу Многие из публики были свидетелями этой сцены Поднялся шепот удивления и умиления Нашлись многие, которые подходили к Варваре Петровне и поздравляли ее с счастьем иметь такого внимательного и нежного сына Должно быть, и сама она была этим очень довольна, потому что выговора лакеем за забытое кресло не последовало В этом же году у Ивана Сергеевича сильно болели глаза Зрачки так уходили, что иногда видны были почти одни белки Он лечился и прикладывал к ним компрессы из какой-то зеленой жидкости Каждое после обеда ложился он на диван Я подавала ему компрессы, и так повторялось мое послеобеденное сидение возле него Но уже сказки о голубом фазане я не рассказывала Глаза у Тургенева болели длительное время В июне 1843 года он сообщает Бакунину, что вынужден носить зеленый зонтик на глаза В 1845-м болезнь усилилась Глаза мои очень стали плохи Пишет он в январе 1845 года Тургенев письма Том 1-й страницы 233-я и 240-я Иван Сергеевич был невесел Говорили мы с ним потихоньку о багашеньке, о ее детях, о том, как все боятся мамам Рассказывала я ему свои детские печали и печали других И часто совершенно невинно наводила на него грусть При моих рассказах он часто вздыхал и, видимо, страдал Я тогда не могла понять того, что его терзало полнейшее бессилие кому-либо помочь И с жестоким эгоизмом ребенка наслаждалась тем, что он мучился так же, как я Никому другому я не смела ничего рассказывать Некоторых своих гувернанток я боялась, да и не доверяла им При случае, пожалуй, на меня мамам донесут А мне и без того часто за холопьев доставалось Весьма оригинально выражался Иван Сергеевич о моих уроках Обыкновенно, когда он приезжал, ему рассказывались мои будто бы необыкновенные успехи в науках и, главное, в языках Похвалила ему раз Варвара Петровна мое знание французского языка Верю, верю, — ответил он Болтает прекрасно, слов нет И пишет без ошибок, — добавила мама Ну, этому ни за что не поверю Уж в партиципиях верно сильно хромает Партиципия — причастие Это подлинные слова Ивана Сергеевича, примечание Житовой Но, впрочем, не ты одна, — утешил он меня Все русские барыни и барышни в этом повинны Все хорошо, а как до партиципии в дело дойдет, ну и конец Уж где-нибудь или лишний «эс» или «е» не достает Другой раз я была уже лет двенадцати Наняли мне англичанку Говоря уже до этого хорошо по-французски и по-немецки Я действительно очень скоро выучилась говорить по-английски Приехал Иван Сергеевич Опять показывались мои тетрадки Опять похвалы моим успехам Единственное, к чему Иван Сергеевич относился всегда иронически Это к моим успехам Он видел только внешнее, так сказать, салонное мое образование Более всего основанное на знании языков В одно утро Варвара Петровна не выходила еще из своей спальни А я должна была уже приняться за уроки Напал на меня шаловливый день Болтаю без умолку, не сажусь за дело Добрая моя мисс Блэквуд никак со мной не сладит Вдруг с хор над самым учебным моим столом Раздался голос Ивана Сергеевича А вот хвалили твои успехи А я тебе скажу, что ты, хотя и выучилась болтать по-английски Двух очень важных фраз не знаешь Be quiet and hold your tongue Сиди смирно и держи язык за зубами Я и притихла Потешно еще говорил он о моей игре на фортепиано Каждое утро должна я была играть гаммы Наслушавшись их вдоволь, Иван Сергеевич однажды выразился так Люблю я слушать твои гаммы Первая льется, как быстрый ручей по гладкому дну Ни одного камня преткновения Вторая уже изображает некоторую негладкость дна Третья встречает по дороге камни Четвертая и пятая бежит точно по кочкам А фа-мажор вполне изображает днепровские пороги Почти слово в слово Сравнение все подлинные его Примечания Житовой С каким восторгом вспоминаю я всегда Его милые насмешки Над моими познаниями и талантами С какой любовью храню в памяти каждое его слово За год до Пушкинского праздника Имеется в виду торжественное открытие памятника Пушкину в Москве 6-18 июня 1880 года В 1879 году в одном из своих писем к нему Напомнила я ему все это И даже окончательно успокоила его насчет партиципиев И уверила его, что при своей долгой учительской практике Вполне превзошла сию премудрость При последнем нашем свидании он очень смеялся этому выражению Перед отъездом Ивана Сергеевича за границу В 1846 году в Москву приезжала госпожа Виардо Она давала концерт Варвара Петровна знала уже о привязанности сына к семейству Виардо И, конечно, не любила его Но слушать артистку поехала С Полиной Виардо Тургенев познакомился 1-13 ноября 1843 года в Петербурге Где она выступала в итальянской опере Она исполняла партию Розины в севильском цирюльнике Россини В автобиографических записях Тургенева «Мемориал» Встреча с Полиной Виардо отмечена как важное событие В ноябре знакомство с Полиной Записывает Тургенев, особо подчеркивая эти слова Видимо, мемуаристка спутала годы отъезда Тургенева за границу Весь 1846 год Тургенев провел в России Таким образом, речь могла идти или о 1845, или о 47-м годе Скорее всего, имелся в виду 45-й В мемориале под этим годом записано «Концерты Полины в Москве, возвращение вместе, отъезд в чужие края» Виардо приезжала в Россию подряд два сезона 1843-1944 и 1844-1945 годов Судя по письму Варвары Петровны Тургеневой К своей знакомой Карповой 30 апреля 1845 года В котором она делится впечатлениями от пения Виардо Мать писателя посетила концерт не позднее второй половины апреля Житова, страница 166 Концерт был утренний Приехав домой, она очень рассердилась за то, что Иван Сергеевич к обеду не вернулся Сидела она все время насупившись и не произнесла ни слова К концу обеда она сердито стукнула ножом по столу И будто сама с собою говоря, никому не относясь, сказала «А надо признаться, хорошо проклятая цыганка поет» Подлинные слова Варвары Петровны, примечание Житовой Какой бы эпизод из жизни, проведенной мною, у Варвары Петровны не взялась я описывать Каждый из них имеет грустный, иногда даже мрачный оттенок Но такова и жизнь вся наша была, радостного было мало Кто не читал Муму, кто не знаком с ее владельцем Герасимом Весь рассказ Ивана Сергеевича об этих двух несчастных существах не есть вымысел Вся эта печальная драма произошла на моих глазах И я надеюсь, что некоторые подробности о том, как Герасим, или вернее, не мой Андрей попал к нам в дом Не будут лишены интереса Каждое почти лето Варвара Петровна отправлялась по деревням Технический термин То есть предпринималась на долгих поездка в имени Орловской, Тульской и Курской губерний С особенным удовольствием вспоминаю я эти путешествия, которые обыкновенно совершались в нескольких экипажах Карета самой Варвары Петровны, коляска с моей гувернанткой и главной камерфрейлиной и госпожи Кибитка с доктором, кибитка с прачкой и моей горничной и, наконец, кибитка с поваром и кухней Поездки эти были продолжительные и длились иногда целый месяц Варвара Петровна обозревала свои водчины, поверяла своих управляющих, при себе совершала продажу хлебов, сохраняемых на гумнах, которых громадные скирды были расположены так, что карета, запряженная четвернею в ряд, свободно между ними проезжала При этом надо заметить, что на такое гумно хлеб свозился из нескольких водчин для продажи с одного места В одной из таких поездок приехали мы в Сычево, деревня эта была в верстах в 25 от Спасского Оттуда привозились часто к столу живые стерляди и налимы, которыми изобиловал Сычевский пруд Подъезжая к деревне, Варвара Петровна и все мы были поражены необыкновенным ростом одного пашущего в поле крестьянина Варвара Петровна велела остановить карету и подозвать этого великана Долго звали его издалека, наконец, подошли к нему ближе, и на все слова и знаки, которые к нему относились, он отвечал каким-то мычанием Оказалось, что это был глухонемой от рождения Призванный Сычевский староста объявил, что немой Андрей трезвый, работящий и необыкновенно во всем исправный мужик Несмотря на свой природный недостаток Но мне кажется, что, исключая роста и красоты Андрея, этот недостаток, как придающий ему еще более оригинальности, и пленил Варвару Петровну Она тут же решила взять немого во двор в число своей личной прислуги и в звании дворника И с этого дня он получил имя Немой Как совершилось это? Охотно ли променял Андрей свою крестьянскую работу на более легкую при барском доме? Не знаю Да и будь я старше в то время, я бы тоже, вероятно, не особенно останавливалась на этом Тогда это было настолько обыкновенно Вдруг ни с того ни с сего помещику вздумается крестьянина преобразить в дворового Или отдать его в сапожники, в столеры, в портные, в повара Иногда это считалось даже особенной милостью, и никто и не заботился узнать, желает ли он или его семья такой переменной участи Точно так же и я тогда, при всей своей любви и жалости к крепостным, даже и не подумала пожалеть об Андрее, так внезапно оторванном от родной почвы и родных полей И только прочитав Муму, расспросила я очевидцев и узнала, что он действительно сначала сильно грустил Да, надо было видеть ту любовь и то участие к крепостному люду, который имел наш незабвенный Иван Сергеевич Чтобы дорываться так до чувства и до внутреннего мира нашего простолюдина Узнал же он, что немой скучал и плакал, а мы все даже и внимания не обратили Но утешительно то, что немой, вероятно, недолго печалился, потому что до несчастного случая с Муму он был всегда почти весел И изъявлял в особенности очень сильную привязанность к барыне своей, которая, в свою очередь, была к нему особенно благосклонна Варвара Петровна щеголяла своим гигантом-дворником Одет он был всегда прекрасно и кроме красных кумачных рубашек никаких не носил и не любил Зимой красивый полушубок, а летом плисовая поддевка или синий армяк В Москве зеленая блестящая бочка и красивая серая в яблоках заводская лошадь, с которыми Андрей ездил за водой, были очень популярны у фонтана близ Александровского сада Там все признали Тургеневского немого, приветливо встречали и объясняли с ним знаками Замечательно огромное, но совершенно пропорциональное с его гигантским ростом лицо Андрея всегда сияло добродушной улыбкой Сила его была необыкновенная, а руки так велики, что когда ему случалось брать меня на руки, я себя чувствовала точно в каком-то экипаже И вот таким-то образом была я однажды внесена им в его коморку, где я в первый раз увидала Муму Крошечная собачка, белая, с коричневыми пятнами, лежала на кровати Андрея С этого дня все чаще и чаще доставалась мне от Агашеньки за крошки белого хлеба и кусочки сахару, которые она вытрясала из моего кармана То были остатки лакомств, передаваемых мною потихоньку Андрею по адресу Муму Очень мы с ним любили эту собачку Всем известна печальная участь Муму, стоя только разницей, что привязанность Андрея к своей барыне осталась все та же Как ни горько было Андрею, но он остался верен своей госпоже до самой ее смерти, служил ей и кроме нее никого своей госпожой признавать не хотел Но замечательно, что после трагического конца своей любимицы он ни одной собаки никогда не приласкал Вот как случилось, что наша поездка в Сычево дала впоследствии Ивану Сергеевичу материал для прекрасного рассказа Интересным дополнением к воспоминаниям Житовой о прототипе Герасима являются мемуары Калантаевой Помимо своих городских обязанностей дворника и кучера, немой состоял в должности скорохода Должен был, невзирая ни на какую погоду, отправляться пешком с письмами и посылками от Варвары Петровны к ее знакомым Исторический вестник, 1885 год, номер 10, страница 50 1846 год В 1846 году Иван Сергеевич уехал за границу, получив от матери весьма скромную сумму денег Иван Сергеевич Тургенев уехал за границу 12 января 1847 года Эта дата впервые стала известна из записей в мемориале 12 января отъезд в Берлин Последние дни перед отъездом своим он был особенно грустен И в памяти моей во все последующие за этим годы образ его представлялся мне не иначе, как задумчивым и печальным Совершенно противоположным тому, каким он рисовался мне в моем детском воображении В одном из его последних разговоров с матерью мне невольно пришлось участвовать и получить строгий выговор за неуместное мое в него вмешательство Не знаю, о чем ты говоришь Услыхала я, взойдя в смежную комнату голос Варвары Петровны в разговоре, начатом уже до моего прихода Не понимаю, моим ли людям плохо жить? Чего им еще? Кормлены прекрасно, обуты одеты, да еще жалования получают Скажи ты мне, у многих ли крепостные нажалования? Я и не говорю, чтобы они были голодные или не одеты Сдержанно, с некоторой запинкой, начал Иван Сергеевич Но ведь каждый дрожит перед тобой Ну что же, перебила его мать голосом, в котором ясно слышно было, так и должно быть А ты, мама, подумай сама, каково человеку жить постоянно под таким страхом Представь себе всю жизнь страх и один страх Деды их, отцы их, сами они все боялись, наконец, дети их и те обречены на то же Какой страх? Про что ты говоришь? Волновалась Варвара Петровна Страх не быть уверенным ни в одном дне, ни в одном часе своего существования Сегодня тут, а завтра там, где ты захочешь Да это не жизнь Не понимаю тебя Слушай, мама, может, ты вот сейчас, сию минуту Все больше и больше горячился, Иван Сергеевич Можешь ты любого, ну, хоть на поселение отправить? Разумеется, могу Ну, я про что же говорю? Можешь Заслужит, сошлю А не заслужит Так, по своему одному капризу тоже можешь? Конечно, могу Вот тебе и доказательство того, что я всегда тебе говорю Они не люди, они вещи Что же, по-твоему, их на волю отпустить? Нет, зачем? Я этого и не говорю, на это еще время не пришло И не придет, решила Варвара Петровна Нет, придет И непременно придет Запальчиво и Несколько визгливым голосом Когда горячился, почти вскрикнул Иван Сергеевич И быстро заходил по комнате Сядь Ты меня беспокоишь своей ходьбой? Уняла его мать Моим людям дурно Почти обиженно продолжала она От кого ты это слышал? Да разве без страха с ними можно? Можно и многое, все можно Неужели ты при своем тонком понимании людей Не предполагаешь в них ни любви, ни привязанности, ни чувства? Да что ты, Жанн, с ума сошел, что ли? От кого ты слышал, чтобы я? Сердце у меня замерло, я не дышала Накануне я сама Так много рассказывала Ивану Сергеевичу О всех мучениях Агафьи И ее мужа И в эту минуту мысль о том, что он заговорит О них, блеснула у меня В голове Речь идет О драматических событиях Связанных с судьбой Федора Ивановича Лобанова И его жены Авдотьи Кирилловны В воспоминаниях Житовой им даны Вымышленные имена Андрея Ивановича Полякова и Агашеньки Агашенька и муж ее Были самыми преданными слугами Варвары Петровны А вместе с тем и первыми мучениками ее деспотизма Пишет Житова Варвара Петровна требовала, чтобы Лобановы Растили своих маленьких детей на стороне, в деревне И запрещала брать их в Москву, в городской дом Ее распоряжение не выполнялось И дети тайно жили с родителями в Москве Житова Страница с сороковой по сорок девятую Невозможно описать Как быстро все это пронеслось в уме моем И как я быстро сообразила, что могло из этого произойти Я схватила первую попавшуюся книгу со стола, как сейчас вижу, карикатуры Гранвиля И решилась прервать разговор, а потом сделать знак Ивану Сергеевичу «Мама, можно мне взять эту книгу?» Стремительно взошла я в кабинет и чувствовала, что сама бледнее смерти «Что тебе надо?» — закричала на меня Маман «Что ты мешаешь? Ты слышишь? Мы разговором заняты, ступай» Я пошла уже к двери вдруг вслед за мной «Воротись, что с тобой? На тебе лица нет» «Я? Ничего» «Как ничего? Ты все лжешь? Ты белее платка моего, ты больна?» «Да, у меня голова болит» «А если голова болит, то никакой книги не надо, положи, ступай» Я вышла и стала за дверью, чтобы обратить на себя внимание Ивана Сергеевича Но он сидел нагнувшись, голова его опиралась на руку Видеть он меня не мог Все мои опасения оказались напрасными Милый наш Иван Сергеевич сам спохватился и понял, что зашел слишком далеко Потому что когда мать, желая продолжать разговор, спросила «Говори, что ж ты слышал?» Он ответил «Разумеется, я ничего не слыхал Я только высказываю свое убеждение вообще Я нахожу, что крепостной человек не человек, а предмет, который можно передвигать, разбивать, уничтожать Ну, все, вообще, прескверное положение» Житова вспоминает Тургенева в состоянии сдерживаемого, а чаще всего подавляемого протеста Но она не могла не знать, что были случаи, когда Тургенев пытался противостоять крепостническому произволу в имении своей матери Впоследствии получила широкую огласку так называемое «Дело о буйстве Ивана Сергеевича Тургенева» Оно хранилось в архиве Орловского губернатора В 1834 году 16-летний Тургенев якобы вступился за сверстницу, крепостную девушку Лужку, не разрешив ее продавать Он встретил исправника и понятых с ружьем в руках «Стрелять буду», — твердо заявил Тургенев Понятые отступили В результате возникло «Дело о буйстве», затянувшееся на несколько лет Бумаги о розыске Тургенева, часто уезжавшего из России, пересылались затем из одного места в другое, вплоть до манифеста 1861 года Исторический вестник 1912 год, номер второй страницы с 629 по 631 Известен и другой случай — самовластие Тургенева В неопубликованных воспоминаниях Шнейдер рассказывается о том, что Иван Сергеевич Тургенев тайно от матери выкупил одного крепостного и отправил его за границу Тургеневский сборник, 1966 год, страница 293 Иван Сергеевич имел неосторожность вдруг сказать матери, что на одной из его сочинений написана критика По всей вероятности имеется в виду несправедливо резкая и развязная статья о параше, появившаяся в библиотеке для чтения 1843 год, номер третий, страница со 106 по 109 Понимала ли Варвара Петровна настоящее значение критики или хотела только придраться к слову, чтобы напасть на сына, но дело дошло и до доктора, и до капель Тебя, дворянина Тургенева, кричала она, какой-нибудь Попович судит? Да помилуй, маман, критикуют, значит, заметили, и я этим счастлив. Я не нуль, когда обо мне заговорили Как заговорили, как заговорили-то, осудили, тебя будут дураком звать, а ты будешь кланяться, да? К чему это ваше воспитание, к чему все гувернеры, профессора, которыми я вас окружала? Один бросил меня из-за женщины, ему ни в чем не равный, другой ты, мой любимец, в писатели пустился. Варвара Петровна Тургеневым не простила старшему сыну его женитьбы на своей бывшей камеристке Шварц. При жизни матери Николай Сергеевич Тургенев, ушедший после женитьбы в отставку по не совсем ясным причинам, очень нуждался в деньгах. В мемуарах Житовой подробно рассказывается о злоключениях Тургенева, о жестоком бойкоте, которому Варвара Петровна, в сущности, подвергла семью старшего сына, лишив ее почти всяких средств к существованию. Житова, страница со сто восьмой по сто двадцать третью. И пошли тут слезы, рыдания и истерика. Явился доктор с каплями. Иван Сергеевич перепугался, начал целовать руки матери и старался всячески ее успокоить. Ну, перестань же, мама, успокойся, прости меня. Я сам не рад, что затеял этот разговор. — Могу ли я успокоиться? Могу ли не огорчаться? С искренними слезами продолжала Варвара Петровна. Вот ты опять за границу собираешься. И начались опять упреки и высчитывание всех выгод службы, женитьбы и жизни в России возле нее. Это и были самые трудные минуты для Ивана Сергеевича. Что мог он ответить на все упреки матери? Он опускал голову на руки и молчал, или с выражением скорби, почти отчаяния на лице, смотрел в сторону. И он, и все мы вполне сознавали, что временная доброта и снисходительность Варвары Петровны поддерживались только редкостью и краткостью свиданий с сыном. Останься он при ней, она бы не выдержала долго, и он только был бы безмолвным и бессильным свидетелем того, что выносить он не мог, а чему помочь был не в силах. Легче от этого никому бы не было, и он уехал. С января 1849 года возобновились вызовы сыновей в Спасское. Я получал от Варвары Петровны письма почти по два раза в неделю, и почти в каждом из них выражалась надежда на то, что летом все соберутся около нее. Бакунин, отказавшийся от своих обязанностей, был в опале. В 1846 году Николай Тургенев женился, и, как считает Варвара Житова, в основном из-за этого впал в немилость, был отстранен Варварой Петровной от управления имением. На эту должность был приглашен Иван Михайлович Бакунин. По словам Житовой, человек весьма образованный и светский. В 1849 году он оставил Спасское и поступил чиновником особых поручений при графе Закревском. Житова, страницы 84-85 и 101-102. Николаю Сергеевичу подана была слабая надежда на позволение жениться. Ивану Сергеевичу, наконец, было послано 600 рублей на дорогу. В первых числах июня и меня привезли в Спасское на вакации. С мая шли уже большие толки и приготовления к приезду молодых господ. Флигель отделывался заново, цветники перед домом обещали самые разнообразные оттенки зелени и цветов. Уже распустившиеся померанцевые деревья были расставлены вокруг балкона в огромных зеленых катках. С другой стороны дома испанские вишни и сливовые деревья, ренклот, были перенесены из грунтовых сараев, покрыты громадной сеткой, защищавшей их от воробьев. — Пусть они здесь, около дома, стоят, — говорила Варвара Петровна. — Ванечка ужасно всякие фрукты любит, а я из окна буду любоваться, как он их кушает. А в фруктовых грунтовых сараях обильные завязи на громадных персиковых деревьях готовились к концу августа заменить и сливы, и вишни. На доме развивался флаг с тургеневским гербом с одной стороны и с лутовиновским с другой и возвещал о том, что Варвара Петровна дома принимает и рада гостям. Когда флаг был спускаем, это означало, что она никого принимать не желает. Раз как-то катаясь, Варвара Петровна вспомнила место, где был когда-то пруд, на котором дети ее, тогда еще маленькие, имели свой ботик, доставлявший им немалое удовольствие. Пруд был мелок, и им позволено было одним на нем кататься. Место это в 1849 году представляло уже большой сухой овраг, заросший травою и окаймленный серебристыми тополями. Немедленно велено было расчистить этот овраг, и на стороне, обращенной к большой дороге, приказано было водрузить столб, на котором доморощенный живописец Николай Федосеев, он же и маляр, по приказанию барыни, изобразил с одной стороны руку с протянутым указательным перстом, а на другой надпись, конечно, французскую, «Они вернутся». Все было в точности исполнено, исключая не сбывшегося «Они вернутся». Николай Сергеевич в самых нежных и почтительных выражениях писал матери, что готов посвятить ее спокойствию всю свою жизнь и силы, если она только согласится на его брак. Иван Сергеевич писал тоже умоляющее письмо, говоря, что он готов приехать, если ему только мать вышлет еще денег на дорогу, потому что полученных им от нее 600 рублей даже не достало на уплату его долгов за эти три года, в которые он от матери ничего не получал. Варвара Петровна ни тому, ни другому не ответила. 1850 год. Весною Иван Сергеевич был уже в Петербурге. Тургенев вернулся в Россию в июне 1850 года. Он не был на родине около трех с половиной лет. За это время Тургенев посетил Германию, Англию, дважды был в Бельгии, но в основном жил во Франции. По разным обстоятельствам он был там довольно долго задержан, что внушало серьезное беспокойство его матери. Но вот приехал ее Вениамин. Слезам радости и восклицанием не было конца. Тут я встретилась с Иваном Сергеевичем уже не ребенком, а семнадцатилетней девушкой. При первой встрече мы обнялись с ним, как и прежде, но тех дружески детских отношений, конечно, быть не могло. Но мы отвыкли друг от друга, и при том лета наши уже не допускали прежней интимности. Первые дни свидания. Постоянные расспросы со стороны матери и постоянные рассказы со стороны сына. Иван Сергеевич был весел и разговорчив. С особенным удовольствием говорил он о графе В. И о тех лицах, которые сделали то, что довольно снисходительно посмотрели на его слишком долгое отсутствие из России. Русские официальные власти косо смотрели на пребывание Тургенева в Париже во время французской революции 1848 года. Существует предположение, что по возвращении Тургенева из-за границы, где он встречался с Герценом, Бакуниным, им заинтересовалось третье отделение. Но на этот раз вмешательство друзей писателя, влиятельных при дворе лиц, по всей вероятности графа Михаила Юрьевича Вельгорского, графа В, отвело подозрение в неблагонадежности. Однако, впоследствии, в 1852 году, когда Тургенев был арестован за статью о Гоголе, пребывание в революционном Париже 1848 года, ему также припомнили. Об этом в воспоминаниях Тучковой-Огаревой. Сначала все шло у нас хорошо. Варвара Петровна была в восторге, весь дом принял праздничный вид, говорилось об общей поездке в Спаское. Ивану Сергеевичу хотелось ехать туда в первых числах июля, когда настанет время охоты. Мать и на это согласилась, и решила сама пробыть в Москве до этого срока. В этот год круг знакомств Ивана Сергеевича значительно расширился. Он уже был известен. Надо, впрочем, заметить, что, как писатель, он был известен в Москве, но не у нас в доме, у нас его не читали. Приглашения сыпались ему со всех сторон. К началу 50-х годов Тургенев был уже известен в литературных кругах Москвы и Петербурга, прежде всего, как автор записок «Охотника», регулярно появлявшихся на страницах «Современника», как создатель повестей «Андрей Колосов», «Три портрета», «Петушков», «Драм и комедий», «Где тонко там рвется», «Холостяк на хлебник». Пьесы его ставились в театрах и имели успех. О его произведениях писали Белинский и Некрасов. Он редко даже обедал дома, но все свои утра почти до двух часов проводил он с матерью. Нельзя было и требовать большего. Сама Варвара Петровна не удерживала доли сына при себе. Она довольствовалась своими «утрами», которые всецело принадлежали ей, потому что здоровье ее не позволяло ей иметь приемов, и у нас, по правде сказать, было довольно скучно. Тяжело и грустно вспоминать и рассказывать все, что совершилось затем, в последующие дни. Единственная отрадная сторона в этой драме, и над которой невольно умиляешься, это воспоминания о редкой сыновней почтительности Николая и Ивана Сергеевичей к матери. Несмотря на ее жестокое глумление над ними, они остались все теми же покорными сыновьями, готовыми даже быть и нежными, если бы она сама их не оттолкнула. Наступил июль месяц. Николай Сергеевич все более и более находился в стесненных обстоятельствах. Иван Сергеевич, тоже, бывая с приятелями и знакомыми, не имел даже возможности ответить бутылкой вина на их угощение. Не раз брал он у Леона Ивановича или Порфирия Тимофеевича по 30 и 50 копеек, чтобы заплатить извозчику, привозившему его домой. Так же, как и его старший брат, Тургенев постоянно нуждался в деньгах. Особенно трудно ему пришлось в 1849-50 годах, когда отношения с матерью резко ухудшились. Деспотическая финансовая политика, которую осуществляла Варвара Петровна по отношению к своим сыновьям, необходимо была, как казалось ей, чтобы держать детей в полной зависимости от себя. Такое безденежье у Ивана Сергеевича и такая насущная потребность в деньгах у Николая Сергеевича вынудили братьев заговорить об этом с матерью. В самых нежных и почтительных выражениях просили они мать определить им хоть небольшой доход, чтобы знать, сколько они могут тратить, а не беспокоить ее из-за каждой необходимой безделицы. Варвара Петровна выслушала сыновей без гнева и совершенно согласилась с необходимостью определить им известный доход. А между тем дни проходили за днями, и никаких распоряжений, полнейшее молчание. Иван Сергеевич возобновил разговор. — Я не столько тебя прошу за себя, как за брата, — говорил он матери. — Я как-нибудь проживу сочинениями и переводами, а у него ничего нет. Ему скоро есть будет нечего. — Все, все сделаю, — ответила Варвара Петровна. — Оба вы будете мною довольны. Действительно, в одно утро главному конторщику Леону Ивановичу отдан был приказ написать на простой бумаге две дарственные, по которым Варвара Петровна имение Сычева отдает в распоряжение сына Николая, а Кадное — сыну Ивану. Дарственные эти написаны дома без соблюдения законных форм. По ее требованию пришли сыновья однажды утром. Она им прочла черновые и спросила, — Довольны ли вы теперь мною? Николай Сергеевич молчал, а Иван Сергеевич ответил, — Конечно, мама, будем довольны и будем благодарить тебя, если ты все так сделаешь и все оформишь. — То есть как оформишь? — переспросила Варвара Петровна. — Что мне тебе объяснять, мама? Ты сама знаешь, что значит оформить, и если ты действительно хочешь что-нибудь сделать для нас, то и знаешь, как сделать надо. — Я просто тебя не понимаю, Жан. — Чего ты еще хочешь от меня? — Чего еще? Я отдаю каждому из вас по имению, я не понимаю. Варвара Петровна любила часто употреблять это выражение «не понимаю» именно тогда, когда очень хорошо понимала, чего от нее хотят. Николай Сергеевич продолжал молчать. Иван Сергеевич прошелся раза два по комнате и, не сказав ни слова, вышел. — Николай, что все это значит? — уже обижена обратилась Варвара Петровна к старшему сыну. Николай Сергеевич встал, хотел что-то ответить и бросился вон из комнаты. Сыновья имели основание быть не только недовольными, но и оскорбленными поступками матери. Леон Иванович сообщил им, разумеется, тайно от своей барыни, что в это же утро старостам обоих имений по почте послан был приказ, немедленно и не останавливаясь дешевизную цен, продать в даренных имениях весь хлеб, имеющийся на гумнах и на корню. С паскому же главному управляющему другой приказ наблюсти за скорейшей продажей хлеба в вышесказанных имениях и вырученные от продажи деньги немедленно выслать в Москву на имя самой Варвары Петровны. Что же оставалось в даренных барщинных имениях? Ни одного даже зерна для будущего посева. Оба брата, понурив голову, вышли из дома. Иван Сергеевич к обеду не вернулся. Всему, передаваемому мною, прошло уже тридцать три года. Память могла бы мне изменить, если бы все виденное и слышанное мною я сотни раз не рассказывала своим друзьям и своей семье, и если бы все последующие сцены еще раньше не были мною в подробности описаны в переписке моей с племянницей Варвары Петровны, с Левицкой. Поэтому не только каждое слово, даже жест, все живо сохранилось в моей памяти. Впрочем, такого рода сцены никогда не забываются. Те, кто имел когда-либо несчастье пережить семейную драму, знают по опыту, какими неизгладимыми чертами остаются навеки самые даже пустые, мельчайшие подробности в уме испытавшего на себе всю горечь семейной ссоры. Я же была и действующим лицом, и свидетельницей в этой драме в том возрасте, когда всякое впечатление воспринимается необыкновенно живо. И на мне тогда все это отозвалось настолько сильно, что я даже сделалась больна. Когда сыновья ушли, Варвара Петровна заперлась в своем кабинете с своим конторщиком, дарственные переписывались набело. В пять часов этого же дня я получила приказание отправиться в тот дом и объявить сыновьям, что она их ждет к себе в восемь часов вечера. Я застала все семейство за обедом. Но по расстроенным лицам братьев и по заплаканным глазам жены Николая Сергеевича и его своячницы видно было, что обед был подан больше для порядка, блюда уносились почти нетронутыми. Иван Сергеевич был грустен, но спокоен. Николай Сергеевич, волновавшийся всегда во всем сильно, чуть не рвал на себе волосы, говоря о своей участи. Когда я им объявила цель моего прихода, Иван Сергеевич спросил меня, есть ли переменно в форме дарственных и был ли стряпчий. Я ответила правду. Дарственные переписаны набило, подписаны Варварою Петровной, стряпчий не был, и на замечание ее домашнего поверенного по делам, что подобного рода бумаги законной силы не имеют, Варвара Петровна ответила пустяки. Все так же осталось, как и было, почти про себя, сказал Иван Сергеевич, и озаботился спросить меня, не догадалась ли мама о том, что они знают о ее распоряжении насчет продажи хлебов. Он, конечно, опасался за Леона Ивановича, которого постигла бы горькая участь, если б его барыня узнала, что он сообщил сыновьям о ее приказах, посланных по почте. Из слов моих сыновья поняли, что перемены к лучшему ожидать нечего. Ясно было, что мать ничего не желает им уделить законным порядком. Более страдающим лицом при этом был Николай Сергеевич. Ломая руки и со слезами на глазах, заговорил он о том, что вынужден, наконец, переселиться в Тургенево, имение отца. Причистинский дом он не считал своим, а на наследство после отца признавал за собою законные и нравственные права. Он предполагал доходы делить пополам с братом. «Мне ничего не нужно», — перебил его Иван Сергеевич. «Тебе самому едва будет чем жить. Я и без этого обойдусь». Тут Николай Сергеевич зарыдал. «Не то горько», — говорил он, — «что я бросил службу и остался без куска хлеба. Горько то, что, предъявляя свои права на это наследство, я должен идти против матери. Это будет равняться жалобе на мать, которая до сих пор одна без нас владела этим имением». «Кто таким образом не поймет это?» «А того ли мы с братом хотели?» «Вернуться в Петербург», — продолжал он все с большим отчаянием. «Опять поступить на службу?» «Стыд! Стыд! Что я скажу? Что скажут?» «Мать! Обман!» И он не договорил, бросился на стул и закрыл лицо руками. Выдворилось тяжелое молчание, прерываемое всхлипыванием Анны Яковлевны, с которой сделался чуть не нервный припадок. «Ну что же, брат, все же пойдем туда», — послышался мягкий голос Ивана Сергеевича. «Я не знаю», — как-то безнадежно произнес Николай Сергеевич. «Я подала свой робкий совет непременно идти в восемь часов к мамам и выразила даже надежду на то, что, может быть, все будет изменено к лучшему, хотя в душе я этого не осознавала, и я боялась крупной ссоры между матерью и сыновьями, если они не исполнят ее приказания. Оба обещались прийти в назначенный час. «Ну что?» — встретила меня Варвара Петровна, когда я взошла к ней. «Они придут», — ответила я. «Ну что они там?» «Ничего, они обедали, когда я пришла. Говорили же они о чем-нибудь». И Варвара Петровна смотрела на меня так, что я не могла вынести ее грозного испытующего взгляда. Я опустила глаза. «Что ж ты молчишь? Что с тобой?» — заметила она мой растерянный вирус. «Что с тобой?» Этого последнего вопроса было достаточно. Тяжелая сцена у сыновей, во время которой я сдерживала слезы, чтобы не приехать домой с заплаканными глазами, этот мучительный предстоящий допрос тут у маман, нервы не выдержали. Я почувствовала горло точно в тисках, что-то горячее подступило к нему. Дыхание вырвалось с таким ужасным криком, что Варвара Петровна в испуге почти подбежала ко мне. Я схватила ее руку, хотела что-то сказать, и у меня хлынула кровь горлом. «Порфирий! Кто там? Что с ней?» — кричала Варвара Петровна. Прибежали мадам Шредер и Медведева, и меня положили на диван. Тут и мне пришлось отведать знаменитых лавровишневых капель. Но этот нервный припадок спас меня от дальнейшего допроса. В восемь часов пришли сыновья, но я была на стороже. Мне было бы крайне неприятно, если бы сыновья заподозрили меня в том, что я передала Варваре Петровне их разговор при мне. А что так или иначе Варвара Петровна постарается узнать настоящую причину моего внезапного нездоровья, я в этом была уверена и не ошиблась. «Что у вас там такое произошло?» — встретила их Варвара Петровна. «Варенька приехала на себя не похожа. С ней какой-то припадок, кровь горлом пошла. Что у вас там было? Я ничего не понимаю». «Ничего, мама, там не было. Там было очень весело». Вставила я свое слово, прежде чем кто-либо из них успел ответить на вопрос матери. Я стояла в дверях балкона, выходящего в гостиную, где сидела Варвара Петровна. «Молчать!» — закричала она мне. «Тебя не спрашивают! Вон!» Я вышла в залу, значительно успокоенная. Теперь оба брата поняли, что мать их разговора и решения не знает. Иван Сергеевич немедленно последовал за мною. На лице его выразилось столько доброты и участия. Он взял меня за руку и вопросительно смотрел мне в глаза. Едва слышно шепнула я ему «после-после», указала ему на дверь гостиной, и он вернулся туда. В зале был накрыт стол для чая. Медведева понесла Варваре Петровне чашку, лакей подал сыновьям стаканы. Из гостиной слышалось размешивание сахара ложечкой и стук колоды карт, которые Варвара Петровна тасовала для пасьянса. Несколько времени длилось молчание. Все, что я видела и выстрадала в эти дни, так живо сохранилось в моей памяти и так сильно подействовала на всю мою жизнь, что нет возможности что-либо забыть. Первая заговорила Варвара Петровна, распространяясь о разных сортах чая, какие она любит и какие ей не по вкусу. Потом перешла она на какой-то весьма незначительный разговор. Сыновья отвечали отрывочными фразами. Чувствовалось, что все трое нисколько не думали о том, что говорили. Какие-то неестественные ноты звучали в голосе каждого из говорящих. Мадам Шредер, Медведева и я сидели в зале. Почти не шевелясь, прислушивались мы к тому, что говорилось в гостиной, часть которой отражалась в громадном зеркале. Это позволяло нам видеть только белые изящные руки Варвары Петровны, двигавшиеся по стулу с картами, которые она раскладывала в кучки, всего Николая Сергеевича, сидевшего направо от нее, и всего Ивана Сергеевича, сидевшего у стола же, напротив матери. Вот, вот сейчас начнется, думалось каждый из нас. А если бы спросить, что начнется, мы не могли бы даже ответить, что именно, но что-то ужасное. Если бы в эту минуту в залу вошел совершенно посторонний человек, взглянув на нас, он по одному выражению лиц наших, по нашим глазам, напряженно устремленным, в отражавшуюся в зеркале картину, понял бы, что там творится что-то необычайное, чего мы все страшимся. Наконец Варвара Петровна позвонила. — Позвать Леона Ивановича, — приказала она вошедшему слуге. — Принеси, — коротко сказала она, показавшемуся в дверях конторщику. Через несколько минут Леон Иванович принес два пакета и на подносе подал их своей госпоже. Варвара Петровна посмотрела надписи, и один из них подала Николаю Сергеевичу, другой — Ивану Сергеевичу. Прошло несколько секунд. Оба держали пакеты в руках. Иван Сергеевич пересел несколько дальше от стола. — Прочти же! — нетерпеливо произнесла Варвара Петровна. Сыновья повиновались. Слышен был шелест бумаги при мертвой тишине, царившей в доме. — Что же, благодарите меня! И мать протянула правую руку Николаю Сергеевичу и левую Ивану Сергеевичу. Николай Сергеевич как-то машинально, молча поцеловал руку матери. Видел ли, нет ли, Иван Сергеевич протянутую руку, не знаю. Он сидел, низко опустив голову. Через несколько секунд он встал, подошел к отворенной двери балкона, сделал несколько шагов обратно в комнату, опять вышел на балкон и, точно решившись на что-то, быстро подошел к матери. — Спокойной ночи, маменька! — сказал он тихо, так же, как говорил это детятий, как говорил юноша, и как всегда, ни словом, ни взглядом, не выразив той скорби, которую выносил он этим глумлением матери над ними, нагнулся и поцеловал ее руку. Мать перекрестила его так, как делала это всегда, со всеми нами каждый вечер, и он вышел, быстро прошел через всю залу, не взглянув ни на кого из нас, и скоро мы услышали его шаги на лестнице. Он поднимался в занимаемые им комнаты наверх. Николай Сергеевич еще не опомнился. Он сидел с каким-то тупым выражением лица, когда я вошла проститься с маман. Варвара Петровна продолжала раскладывать свой пасьянс, но руки ее заметно дрожали. Сдвинутые брови, глаза, упорно смотревшие на разложенные кучки карт, свидетельствовали о сдерживаемом пока гневе. Обыкновенно заботливая к моему здоровью, она на этот раз не взглянула даже на меня, и это было в первый раз во всю мою жизнь у ней. Вслед за мной встал и Николай Сергеевич, произнеся обычное «Спокойной ночи, маменька». Получил благословение и ушел, но не домой, а наверх к брату. В доме погасили огни. Варвара Петровна удалилась в свою спальню, и когда Медведева вошла, чтобы по обыкновению растереть ей ноги, Варвара Петровна сказала «не надо» и махнула ей на дверь. Сыновья в комнате Ивана Сергеевича и в присутствии Порфирия Тимофеевича, от которого я это и узнала, решили предъявить свои права на наследство имением отца. С матерью же ни в какие ни споры, ни объяснения не входить, и ни в какие увещания и упрашивания не пускаться. Но, понятно, в подаренные на бумаге имения не ездить. Они рисковали или не быть принятыми там, как владельцы, или подвергнуть жестокой ответственности тех, кто их таковыми там примет. Тем бы все и кончилось. Сыновья, не упрекая мать ни в чем, остались бы все теми же, если бы сама Варвара Петровна не заставила, наконец, и Кроткого Ивана Сергеевича высказать ей все, что долгие годы копилось у него на душе. На следующее утро Иван Сергеевич пришел к матери, все так же, как и всегда, поздоровался с нею и объяснил ей, что он едет в деревню, что время охоты наступило, и что ей тоже пора выехать из душной Москвы. Разговор шел в гостиной, и я, сидя в зале, в душе уже радовалась, что все обойдется благополучно, без бурных сцен. Торжество Варвары Петровны было полное, власть ее над сыновьями не поколебалась. Она обещала им многое, ничего не исполнила, и ни один из них не высказал ей никакого неудовольствия. Покорно перенесли они ее злую насмешку над ними, и даже ее любимец пришел ее уговаривать ради ее же здоровья уехать из Москвы. При всей ее страсти испытывать границы терпения она могла бы быть удовлетворена. Но ей хотелось еще большего, и власть ее сломилась не перед негодующим за себя сыном, а перед ее незлобивым, правдолюбивым Вениамином, который умел кротко и терпеливо молчать, когда мщение и обида касались его одного, но который в защиту брата и других не выдержал и высказал то, что ради самого себя никогда бы не сказал. Варваре Петровне пришлось раз в жизни выслушать правду, и эту горькую правду выслушала она от любимого сына. По-видимому, Иван Сергеевич избегал всякого намека на вчерашний вечер. Он отмалчивался на многие вопросы матери, но она вдруг обратилась к нему, так сказать, в упор. «Скажи мне, Жан, отчего вчера, когда я тебе сделала такой подарок, ты даже не захотел благодарить меня?» Иван Сергеевич молчал. «Неужели ты опять мною недоволен?» «Послушай, маман, — начал, наконец, Иван Сергеевич, оставим этот разговор и все это. Зачем ты возобновляешь эту... Что ж ты недоговариваешь?» «Маман, еще раз прошу тебя, оставим это. Я умею молчать, но лгать и притворяться не могу, воля твоя не могу. Не заставляй меня говорить, это слишком тяжело». «Не знаю, что тебе тяжело, — неумолимо продолжала Варвара Петровна, — а мне обидно. Я все делаю для вас, вы же мною недовольны». «Не делай для нас ничего. Мы теперь у тебя ничего не просим, пожалуйста, оставь. Будем жить, как жили». «Нет, не так, как жили. У вас теперь есть свое!» Неумолимо продолжала пытать Варвара Петровна. «Ну зачем? Скажи, зачем ты это говоришь?» Не вытерпел, наконец, Иван Сергеевич. «У нас вчера ничего не было, и сегодня ничего нет, и ты сама это хорошо знаешь». «Как ничего?» — вскрикнула Варвара Петровна. «У брата дом, именье, у тебя именье». «Дом? А знаешь ли ты, что брат слишком честен, чтобы считать этот дом своим? Он не может исполнить тех условий, при которых он тобою дан. Ты требуешь, чтобы он жил в нем, а ему жить нечем, есть нечего». «Как? А именье? Никакого именья нет, и ничего ты нам не дала и ничего не дашь. Твои дарственные, как ты их называешь, никакой силы не имеют. Завтра же ты можешь отнять у нас то, что подарила нам сегодня. Да и к чему все это? Именье твои — все твое. Скажи нам просто, не хочу ничего вам дать, и ты слова от нас не услышишь. Зачем вся эта комедия?» «Ты с ума сошел?» — закричала Варвара Петровна. «Ты забываешь, с кем ты говоришь?» «Да я и не хотел ничего говорить. Я желал молчать. Разве мне легко все это тебе говорить? Я просил тебя оставить». И в голосе его слышалась такая тоска, казалось, слезы душили его. «Мне брата жаль», — продолжал он после некоторого молчания. «За что ты его сгубила?» «Ты позволила ему жениться, заставила его бросить службу, переехать сюда с семьей. Но ведь он там жил, жил своими трудами, у тебя ничего не просил и был сравнительно покоен. А тут, со дня его приезда, ты его на муку обрекла. Ты постоянно его мучаешь, не тем, так другим». «Чем?» «Скажи, чем?» — волновалась Варвара Петровна. «Всем!» Уже с отчаянием и не сдерживаясь, воскликнул Иван Сергеевич. «Да кого ты не мучаешь! Всех, кто возле тебя свободно дышит!» И он крупными шагами заходил по комнате. «Я чувствую, что не должен тебе это говорить. Прошу, тебя оставим». «Так вот ваша благодарность за все!» «Опять ты, маман, опять ты не хочешь понять, что мы не дети, что для нас твой поступок оскорбителен. Ты боишься нам дать что-нибудь, ты этим боишься утратить свою власть над нами. Мы были тебе всегда почтительными сыновьями, а у тебя в нас веры нет. Да и ни в кого и ни во что в тебе веры нет. Ты только веришь в свою власть. «А что она тебе дала? Право мучить всех!» «Да что я за злодейка такая! Ты не злодейка, я сам не знаю, ни что ты, ни что у тебя творится. Проверь сама, вспомни все». «Что такое? Какое я кому зло делаю?» «Как кому? Да кто возле тебя счастлив?» «Вспомни только Полякова, Агафью, всех, кого ты преследовала, ссылала, все они могли бы любить тебя, все бы готовы были жизнь за тебя отдать, если бы...» «А ты всех делаешь несчастными. Да я сам полжизни бы отдал, чтобы всего этого не знать и всего этого тебе не говорить. Тебя все страшатся, а между тем тебя бы могли любить. «Никто меня никогда не любил и не любит, и даже дети мои, те против меня!» «Не говори этого, маман! Все мы, мы первые, твои дети готовы!» «Нет у меня детей!» — вдруг закричала Варвара Петровна. «Ступай!» «Маман!» — бросился к ней Иван Сергеевич. «Ступай!» — еще громче повторила ему мать, и с этим словом она сама вышла и захлопнула за собой дверь. Проходя через зал, Иван Сергеевич увидал меня. Я платком старалась заглушить крик и рыдание, готовое вырваться из груди. Он положил мне руку на плечо. «Перестань!» «Ты опять заболеешь!» «Что делать я не мог!» И слезы текли по щекам его. Через несколько минут я из окна увидала его. Он шел по переулку по направлению к дому брата, и теперь его высокая стройная фигура перед моими глазами. Кто бы его встретил в эту минуту, не усомнился бы в том, что это идет человек глубоко несчастный. Так вся его походка и осанка выражали полное отсутствие сознания чего-либо окружающего. Он шел, опустив голову. Казалось, что она склонилась под тяжестью безысходного тяжкого горя. Но и Варваре Петровне было нелегко. Она только сдерживала себя, пока сын уйдет. Представить себе можно, как на нее подействовали его слова. С ней сделался нервный припадок. Долго не могла она успокоиться. Кроме Порфирия Тимофеевича и Медведевой с ней никого не было. Что происходило при этом во всем доме, легко понять. Настолько ужасен был у нас этот день, что кроме тяжелой сцены утром я ни о чем думать не могла. Я перебирала в уме своем все слышанное. В ушах моих звучали то слова Ивана Сергеевича, то отрывочные фразы Варвары Петровны. Много лет прошло, и ничто не забыто мною. Вечером маман позвала меня. «Ступай туда!» И на мое недоумение и немой вопрос она нетерпеливо повторила. «Туда! Туда! Вели запрячь!» Я поехала к Николаю Сергеевичу. Для чего, зачем, сама не знаю. Первое, что мне бросилось в глаза в Причистинском доме, это повсюду расставленные сундуки, ящики и чемоданы, свидетельствующие о сборах в дорогу, укладывались, чтобы ехать в Тургенево. Николай Сергеевич сидел в своем кабинете и что-то писал. Иван Сергеевич тут же ходил взад и вперед. Я взошла, бросилась на первый попавшийся стул и горько заплакала. Иван Сергеевич принес мне воды. Когда я несколько успокоилась, первым со мной заговорил Николай Сергеевич. «Вас маменька прислала?» «Да». «Что же? Она поручила вам что-нибудь сказать?» «Нет, она велела мне ехать сюда. Я не знаю, зачем. Что мне ей сказать?» Николай Сергеевич с видом отчаяния схватился за голову. «Правду. И правду надо сказать», — резко вступился Иван Сергеевич. «Скажи, что мы собираемся в Тургенево и завтра же едем». Я наотрез отказалась это передать. «Скажите маменьке, — начал Николай Сергеевич, — что я умоляю ее прочесть вот это письмо. И он указал на недописанный еще лист бумаги, лежащий на столе. Это письмо я пришлю ей завтра утром. Сегодня она уже и так слишком расстроена. Я не хочу ее беспокоить». «Что, маменька?» — спросил Иван Сергеевич. «Я рассказала все, что у нас происходило. Иван Сергеевич слушал меня, стоя у окна и прислонившись головою к стеклу. Лица я его не видала, но видела, что он поднес платок к глазам. «Я завтра приду», — сказал он, не оборачиваясь. «Я уехала, донесла Варваре Петровне о письме и о просьбе Николая Сергеевича, и ждала допроса, как смерти. Но она махнула мне рукой уйти. На другое утро ей подали письмо Николая Сергеевича. Всем нам было известно содержание этого письма. Он писал, что едет в Тургенево с намерением вместе с братом ввестись во владение этим имением. Уверял мать в любви и готовности служить ей и просил только простить ему этот поступок, который он вынужден сделать ради существования своего и своей семьи. Иван Сергеевич пришел сам. Без доклада к Варваре Петровне сыновья входить не смели. Я постучалась в дверь. «Взайди», — был мне ответ. «Иван пришел, маменька, можно ему войти?» — сказала я по-французски. Тогда вместо ответа Варвара Петровна подошла к своему письменному столу, схватила юношеский портрет Ивана Сергеевича и бросила его об пол. Стекло разбилось в дребезги, а портрет отлетел далеко к стене. Когда взошла горничная и хотела его поднять, Варвара Петровна закричала «Оставь!» И так портрет пролежал от первых чисел июля до первых чисел сентября. Ивана Сергеевича она не захотела принять, и он, собрав кое-что из своих вещей наверху, велел их отнести к брату на причистенку. Он сделал еще попытку быть принятым матерью, и, получив отказ, ушел. Я провожала его на крыльцо. Он простился со мною. Я не мог что делать. Были последние его мне слова, высказывавшие его сожаление о вчерашней сцене. На следующий день часов в двенадцать, на отданное мне приказание ехать туда, я уже без затруднения поняла, что это значит. Когда я подъехала к причистенскому дому, ворота были затворены. Вышел оставшийся еще при доме кучер и объявил мне, что молодые господа сегодня утром выехали на почтовых по Тульскому тракту. Тяжело переживаются такие дни. И теперь еще чувствую ту страшную внутреннюю дрожь, которую я испытала тогда, входя к Варваре Петровне с известием об отъезде ее сыновей. Как уехали? Казалось, не верила она. Я должна была повторить. Тут произошла такая сцена, которую я даже не в состоянии описать. С Варварой Петровной сделался точно припадок безумия. Она смеялась, плакала, произносила какие-то бессвязные слова, обнимала меня и кричала, «Ты одна, ты одна теперь!» Через несколько дней мы уехали в Спасское. Столкновение из-за отцовского наследства рассорило Тургенева с матерью навсегда. На крыльце Спасского дома встретили нас Поляков и его жена. Они прожили весь этот год в деревне. Он по делам, жена по болезни. А Гашенька со страхом и грустью, такова была ее преданность, взглянула на свою барыню. Варвара Петровна была не та. Что за перемена? В чем она состояла? Уяснить она себе этого не могла, но ее, несмотря ни на что, преданное сердце болезненно сжалось. Ей стало жаль своей барыне. Когда же я рассказала Гашеньке все, что произошло у нас в Москве, она сказала только, «Ну, теперь всем нам беда будет». Но и в Спасском было все то же. Та же тишина, то же молчание и только односложные вопросы и приказания со стороны Варвары Петровны. Прошло дня три или четыре, и мне позволено было прокатиться верхом с целью навестить старушек в Петровском. Совсем уже одетая и с хлыстиком в руке, вошла я к Варваре Петровне. Я застала ее в страшном гневе. Перед ней стоял Поляков, весь бледный и с дрожащими губами. От кого и как узнала Варвара Петровна, вернее всего, от какого-нибудь мальчишки-садовника, не посвященного в семейную драму, что за день до нашего приезда в Спасское молодые господа и молодая барыня Анна Яковлевна приезжали в Спаское, осматривали дом, сады, оранжереи и грунтовые сараи. Действительно, Николай Сергеевич и Иван Сергеевич, предвидя, что при текущих обстоятельствах въезд в Спаское будет им воспрещен, воспользовались отсутствием матери, чтобы посетить свое родное гнездо. «Как ты смел пустить их сюда?» кричала она Полякову. «Я не посмел им отказать, сударыня», довольно твердо ответил Поляков. «Они наши господа». «Господа? Господа! Я твоя госпожа и больше никто!» И с этими словами она вырвала из рук моих хлыстик и ударила им в лицо Полякова. И это был последний припадок гнева Варвары Петровны. С этого дня здоровье ее все слабело. Водянка делала быстрые успехи, а дышка становилась все сильней, и по утрам опухоль лица и в особенности глаз все делалось заметнее. Дни шли за днями однообразно и жилось далеко не весело. Варвара Петровна, однако, ни на кого не гневалась, никого не преследовала. С физическими силами, казалось, угасала и власть ее. Она уже не проявлялась ни в каких резких поступках. Дети ее жили в Тургеневе за пятнадцать верст. Они писали ей письма, не получая от нее ответа. Иван Сергеевич приезжал иногда тайно осведомиться о здоровье матери. И я даже ни разу не видала его. Порфирий Тимофеевич все менее подавал надежд на улучшение состояния здоровья своей барыни. В особенности беспокоило его дыхание Варвары Петровны. Оно доказывало присутствие водянки в груди. Он начал поговаривать об обратной поездке в Москву, где советы и помощь Федора Ивановича Иноземцева могли бы принести ей облегчение. В одно утро Варвара Петровна почувствовала себя очень дурно. В несколько часов собралась она и уехала в Москву, взяв с собой только доктора и Медведеву. Она даже меня оставила в спасском и велела нам с мадам Шреддер последовать за ней, как только все будет приведено в порядок и уложено. Дня через два после ее отъезда вечером, часов в одиннадцать, я услыхала стук в стекло балконной двери. Мадам Шреддер испугалась и кричала мне не отворять, но я подошла к двери и отворила. Передо мной стоял Иван Сергеевич, весь промокший, прямо с охоты, с ружьем и сумкой. Как маменька, что ее здоровье, были первые слова его, я слышала, она очень больна, опасно ли? Я его успокоила насчет того, что, видимо, еще особенной опасности нет и что страха за очень быстрый исход Порфирий Тимофеевич не высказывал. Иван Сергеевич взошел в залу, где горела единственная сальная свеча в медном подсвечнике. Расчетливый Михаил Филиппич находил, что для одной барышни и мадамы, то есть госпожи Шреддер, в зале и одной свечи достаточно и упорно стоял на этом, несмотря на наши требования. Мы кончили ужин раньше. Ивана Сергеевича накрыли на стол одному. Он пригласил нас, мадам Шреддер, сесть возле него и рассказать ему, как мы жили, как провели лето. Рассказывать было нечего, да и сам Иван Сергеевич был скушен и озабочен. Я тоже не весела. Разлука с больной Варварой Петровной меня мучила. Разговор не клеился. В комнате стало еще темнее от нагоревшей свечи. Да и все это, мое свидание с Иваном Сергеевичем, было какое-то темное, ни радости при встрече, ни надежды на лучшее будущее, каким-то мрачным пятном, так и осталось оно в памяти моей. «Я скоро приеду в Москву и опять постараюсь сойтись с маменькой», сказал он мне, прощаясь, чтобы идти в свой флигель. Наконец, мадам Шреддер, поняв, что ему неловко при ней затрагивать самые интимные стороны его отношений к матери, оставила нас одних. «Что делает маменька с нашими письмами?» спросил он меня в полголоса. «Она их читает», ответила я. «Ужасно тяжело мне. Меня постоянно мучает то, что я тогда не выдержала и все это сказал», тихо продолжал он. «Лучше было бы уж молчать до конца». «Прощай». И он быстро вышел. Наступил и день моего отъезда в Москву. Я покинула с Паской, мне даже и в голову не приходило, что я вижу его в последний раз. Приехав в Москву, я узнала, что иноземцев определил положение Варвары Петровны безнадежным. К водянке присоединился маразм, полнейшее отсутствие аппетита, она питалась исключительно виноградом и позже фруктовыми мороженым. Было ли то предписание докторов или ее собственная прихоть, сказать не могу. Знаю только, что это длилось почти два месяца и что иноземцев весьма восторженно говорил о необыкновенной силе ее организма и об этой замечательной натуре, живущей, мыслящей, все так же здраво на семидесятом году жизни при такой ничтожной поддержке. По целым часам просиживал он при постели Варвары Петровны и в разговорах с нею не замечал времени. Но Варвара Петровна чувствовала приближение смерти и часто об этом со мной говорила. Характер ее значительно изменился, но перемена это ничем противоположным прежнему резко не высказалась. Не было ни капризов, ни выговоров, ни гнева, но не было ни кротости, ни смирения, ни особенной нежности. Она смолкла, с домашними говорила вообще мало, и если говорила или приказывала, что, то таким ровным, негромким голосом, из которого даже мое привычное ухо не могло вывести никакого заключения о состоянии ее духа. К любимцу ее, Ивану Сергеевичу, ее прежнее чувство высказалось следующим. Портрет, брошенный в минуту гнева, был восстановлен и стоял опять на столике возле нее. Вдоль ее кровати красного дерева, на которой она и скончалась, приделана была полочка такого же дерева, на которой лежала все та же знаменитая коробка в форме книги с надписью «Отдельные листки». На этих-то отдельных листках писала Варвара Петровна каждый день что-то карандашом. Впоследствии, после ее кончины, читали мы эти исписанные листки, то был дневник, или, точнее, исповедь. О сыновьях своих во время болезни своей она не говорила, а мы боялись начать. Обо мне она очень заботилась. На векселе, данном до моего совершеннолетия на имя Андрея Евстафьевича Берса по требованию Варвары Петровны, сделана была передаточная надпись на мое имя, по которой я должна была получить от ее наследников 15 тысяч серебром. Шкатулка моя с медной дощечкой и вырезанным на ней моим именем была приведена в порядок и известность. Из письма Тургенева к Полине Вярдо от 28 ноября 1850 года и 3 января 1851 года известно, что писатель и его брат обеспечили будущность Варвары Николаевны Богданович Лутовиновой в соответствии с завещанием своей матери. Рукою Леона Ивановича составлен был полный и подробный список того, что в ней содержалось, а ключ хранился у меня. Мне продиктовано было следующее письмо. Милые мои дети Николай и Иван, приказываю вам по смерти моей, выдать вольную Полякову и всему его семейству и выдать ему тысячу рублей награждения, а также и доктору моему Порфирию Тимофеевичу вольную и пятьсот рублей награждения. Федор Иванович Лобанов Поляков и его семья, а также Кудряшов после смерти Варвары Петровны получили вольную от Тургенева, который оставался другом этих людей в течение всей своей жизни. В частности, он много помогал Кудряшову. Об этом в воспоминаниях Щепкиной. Красный архив, 1940 год, номер третий. Подписана ее рукою любящая вас мать Варвара Тургенева. Подписав это письмо, она отдала его мне. Береги это письмо у себя, сказала она, и когда я умру, отдай его им и скажи, что я требую, чтобы они исполнили мою последнюю волю. В двадцатых числах октября Николай Сергеевич, извещенный о близости кончины матери, время которое иноземцев почти определил, приехал с семейством своим в Москву, в свой причистинский дом. Как ни старались мы наводить Варвару Петровну на разговор о сыновьях, она упорно о них молчала. Двадцать восьмого октября утром взошла я по обыкновению в спальню Варвары Петровны и сказавши «Бонжур, мадам», громко, хотя и с дрожью в голосе прибавила «Поздравляю вас, сегодня день рождения Жанма». «Разве сегодня уже двадцать восьмое?» сказала она чуть дрогнувшим голосом и взглянула на передвижной календарь, висевший на стене. Вдруг глаза ее наполнились слезами, я схватила ее руку и покрыла ее слезами и поцелуями, еще бы минуты, и я бы заговорила с нею о ее сыновьях, которые тщетно выражали ей в письмах желание видеть ее, но она вдруг выдернула свою руку из моих «иди, иди», и своим носовым платком, которым она утирала слезы, она мне махнула на дверь. Настаивать я не посмела и вышла. По нескольку раз в день тайно от матери прибегал Николай Сергеевич узнать об ее здоровье. Гнев матери невыразимо мучил его. Он плакал и совершенно искренне каялся в том, что дал повод к разладу с матерью. Хотя после, когда острое горе утихло, ни один из них не должен был по совести в чем-либо себя упрекнуть. Виноваты они против матери не были, да она их и не считала виноватыми. Из ее дневника мы это ясно видели, когда прочли те строчки, которые относились к сыновьям ее. Глубоко в сердце хранила она к ним любовь. Призвать их значило бы уступить, а в ней текла все та же лутовинов кровь. Видно было, что в ней происходила жестокая борьба, и этому тоже нашли мы доказательства в ее предсмертном дневнике. Позволяю себе привести здесь несколько слов из него. Вот что прочли мы на одном из листков. Запись эта сделана по-французски. «Матушка, дети мои, простите меня, и ты, о Боже, прости меня, ибо гордыня этот смертный грех была всегда моим грехом». Долго выжидали мы и не находили удобного случая сказать Варвале Петровне, что ее сын Николай в Москве. 4 ноября день рождения Николая Сергеевича. Я опять взошла утром к ней и после слов «Поздравляю вас, маменька, сегодня день рождения Николя». Я тут же залпом, не переводя дух, прибавила «Николя в Москве». Варвара Петровна взглянула на меня своими все еще блестящими, выразительными, прекрасными глазами, точно хотела сказать что-то, но быстро отвернулась, передвинула с места на место стоявшие на полочке флакончики, долго, особенно внимательно разглядывала один из них и сказала «Почитай мне». Я взяла какой-то французский роман и с легкой дрожью в голосе начала читать, но и это утомляло ее. Я прошла несколько страниц и услыхала «Довольно». Какого именно числа не помню, но дня за четыре или запять до кончины своей она пожелала исполнить христианский долг. Приглашен был приходский наш священник, отец Павел от успенья на остоженке. Варвара Петровна исповедовалась и причастилась. Слова ли духовника на нее подействовали или по собственному побуждению, но за день до кончины своей она вдруг мне сказала «Николая Сергеича». И мне послышался прежний ее суровый повелительный голос. Вскоре вошел Николай Сергеевич, он бросился на колени возле кровати матери. Она притянула его к себе слабой уже очень рукой, обняла его, поцеловала и точно умоляющим шепотом произнесла «Ваню, Ваню». «Я сейчас пошлю эстафету, маман», ответил ей сын. «Ни упреков, ни объяснений не было между матерью и сыном. Он сел на кресле в ногах ее, я же на скамеечку поближе к ней». Раза два Варвара Петровна клала руку свою мне на голову. «Не брось ее», говорила она сыну. Но свиданию ее с ее любимцем Иваном Сергеевичем не суждено было состояться. Иван Сергеевич своей матери в живых не застал. Тургенев не успел проститься с матерью, так как ему поздно сообщили о ее безнадежном состоянии. Он прибыл в Москву 21 ноября 3 декабря, а Варвара Петровна Тургенева скончалась 15 ноября 1850 года, похоронена на кладбище Донского монастыря в Москве.